Джон Митчелл, Роберт Рикард. Феномены книги чудес. Перевод с английского. Москва, политиздат, 1990 год. Дождь из лягушек и рыб. Что только не сыплется с неба. Слышали ли вы о дожде из рыб, лягушек или жаб? 23 сентября 1973 года, как сообщала газета «Таймс», десятки тысяч крохотных жаб, в буквальном смысле слова, свалились с неба на деревушку Бриньоль на юге Франции. Виновниками происшедшего газета назвала недавние смерчи. Другая газета, Daily News, 5 сентября 1922 года, писала, что маленькие жабы двое суток сыпались на шалон-сюр-савон. То же самое происходило недалеко от Тулузы в августе 1804 года. В заметке из «Контрен-Дю», которую приводит в своей книге Чарльз Форд, сообщалось, что жабы были крохотные и что было их видимо-невидимо. В ясный и солнечный день на небе вдруг появилась черная туча огромных размеров, и из нее на пораженных местных жителей посыпались жабы. О таком же дожде сообщается в письме от 24 октября 1863 года. Это письмо хранится в коллекции рукписей в Бликинг-Холле, Норфолк, Англия. Автор письма Джон Коллинджес сообщает, что, как ему стало известно, на норфолкскую деревушку Эйкл недавно сыпались жабы. Их было так много, что они лезли в дома, и местный трактирщик вынужден был целыми совками швырять их в огонь или выносить на задворки. На следующий день жабы исчезли столь же внезапно, как и появились. Сообщения о лягушечьих и рыбных дождях так многочисленны, что их хватит на целую книгу. Ее можно было бы начать, как полагается, с Плиния, затем перейти к древним вьетнамским летописям, а затем продолжить выдержками из Афинея, который в книге «Пир мудрецов» сообщает о шедшем трое суток рыбном дожде, нарушившем нормальную жизнь в греческом Херсонесе, а также о массовом выпадении лягушек, которые завалили все дороги, не давали открыть двери домов и на несколько недель отравили город невыносимым смрадом. Афиней, второй век нашей эры, древнегреческий писатель. Внушительный раздел, посвященный средним векам, не обошелся бы без анализа ортодоксальной по тому времени теории, согласно которой семя лягушек и жаб содержатся в почве и, стоит только пролиться дождю, как это семя начинает развиваться. Раздел о новом времени следует начать с Джерома Кардона, объяснявшего лягушечьи дожди работой водяных смерчей, которые собирают этих существ на возвышенностях, а затем обрушивают их в виде дождя на низины. 19 век был бы представлен сотней случаев, в основном собранных в книге Чарльза Форта и в статьях современного авторитета, по проблеме рыбных и лягушечьих дождей доктора Гаджера. Нынешний век тоже не заставил бы нас разочароваться благодаря интервью с такими людьми, как леди Саттон Парк из Бирмингема, которая 12 июня 1954 года попала под дождь и видела, как сотни лягушат отскакивали от раскрытых зонтов и пугали прохожих своей прыгущестью. В качестве приложения к такой книге мы бы воспроизвели статью из InfoJournal, в которой перечислено 53 случая выпадения рыбных дождей в Австралии уже в наше время. Живые дожди — настоящая находка для любителей странных происшествий, причем не столько сами по себе, сколько из-за того обилия разнообразных объяснений, которые они вызывают. Унаследованная от плиния и пережившая даже эпоху Ренессанса теория, по которой лягушечье семя содержится в почве и прорастает при выпадении дождя, не противоречит, по крайней мере, той подмеченной фортом особенности лягушечьих дождей, что во всех случаях очевидцы говорят о крохотных размерах лягушек и жаб и никогда — хотя слово «никогда» тут же подразумевает какие-то исключения — не сообщают о больших лягушках или головастиках. Однако эта теория не в состоянии объяснить, почему лягушки сыплются с неба, как об этом сообщает подавальщик клюшек для игры в гольф в своем письме, опубликованном 2 января 1973 года арканзасской газетой «Камден Ньюс». Разразилась гроза, и с неба вдруг посыпались лягушата размером с пятицентовую монету. «Ни игроки, ни я не поверили своим глазам», — сообщает автор. Сейчас принято объяснять такие случаи действием смерчей, однако непонятно, почему смерчи столь избирательны. Они захватывают, переносят на определенные расстояния и обрушивают на землю только лягушек и рыб, пренебрегая при этом такими компонентами их среды обитания, как вода, грязь, ил, галька, водоросли, а также другими живыми существами. Как правило, разборчивых смерчей не бывает, поэтому их действием нельзя объяснить необычные дожди, которые вдруг начинают идти на очень ограниченные территории при ясной и безветренной погоде, причем либо в течение длительного времени, либо многократно в одном и том же месте. Падения с неба рыб часто объясняют тем, что их якобы изрыгают высоколетящие птицы. Еще одно объяснение винит во всем землетрясение. Известный натуралист граф Костельно описывает сильный ливень, длившийся несколько суток в феврале 1861 года, после которого 50 акров земли в Сингапуре оказались заваленными местной разновидностью зубатки. Костельно, Франсис, 1812-1880, французский путешественник, дважды пересек Южную Америку, открыл истоки реки Парагвай. Таскавшие ее целыми корзинами местные жители утверждали, что рыба свалилась прямо с неба, однако граф причину этого необычного случая усмотрел в землетрясении. Он не объяснил, почему пришел к такому заключению, но землетрясение действительно имело место пятью днями раньше. Другой выдающийся ученый того же времени, Гумбольд, вообще объявил живые дожди средневековым предрассудком. В его время, правда, даже метеориты не принимались всерьез. Гумбольд Александр, 1769-1859, немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник, исследовал природу различных районов земного шара, путешествия в равноденственные области нового света, тома 1-30, 1807-1834 годы, один из основателей географии растений и учения о жизненных формах. Произведения Гумбольда оказали значительное влияние на развитие эволюционных идей и сравнительного метода в естествознании. В Южной Америке он однажды увидел, как по всей земле валялась вареная рыба. И поскольку рядом был вулкан, то Гумбольд объяснил его деятельностью и появлением рыбы, и то, что она где-то уже успела свариться. В нашумевшем случае, который произошел 11 февраля 1859 года в Южном Уэльсе, недалеко от Абердара, падавшая с неба рыбой завалила все дворы и крыши, причем отдельные экземпляры достигали пяти дюймов в длину. Сотрудник Британского музея в Лондоне доктор Грей признал в доставленных ему образцах молоть пескаря. Интерес Чарльза Форта к падению с неба лягушат навел его на мысль о существовании в верхних слоях атмосферы верхнего саргассового моря, в которое иногда попадают предметы с земли, а затем также случайно сыплются обратно. В его книге «Слушайте» можно найти идеи, которые звучат еще более необычно. В 1921 году в сообщении из Суссекса говорилось, что новый пруд, впервые заполненный водой в ноябре, в мае следующего года уже кишмя кишел линем. В Мэриленде фермер выкопал канаву, которая за неделю дождей заполнилась водой. В этой дождевой воде вдруг обнаружились окуни двух разновидностей до семи дюймов длиной. Похоже на то, что новый пруд, писал Форд, просто вибрировавший от желания иметь рыбу, как того требовала его природа, заманил ее к себе из какого-то другого места. Один из авторов книги, которую вы держите в руках, вспоминает слышанные в детстве рассказы о том, как свежевырытые посреди меловых холмов Уэссекса пруды, расположенные к тому же вдали от каких бы то ни было водоемов, вдруг оказывались полны рыбой. К загадкам этого типа относятся и появление угрей в горных озерах. Форд объяснил такие явления телепортацией, то есть исчезновением вещей в одном месте и появлением их в другом, что, по его мнению, играет важную роль в распределении различных форм жизни на земле, причем все новые виды живых существ возникают в верхнем Саргассовом море. Этим объясняется выпадение лягушат 30 июня 1882 года около Бирмингема, причем, в отличие от местных видов лягушат, небесные были почти белого цвета. В одном письме в журнал Nature его автор выражает несогласие с подобным объяснением на том основании, что падение мертвой рыбы, как в описанном выше случае, вряд ли может иметь какое-либо влияние на распространение видов. И действительно, мертвая рыба выпадала во многих случаях, причем иногда она была полностью разложившейся, таким долгим оказывалось ее пребывание в верхнем Саргассовом море. Смотрите главу дожди из живых существ и органической материи. В то же время после многих дождей выпавшие живые существа спокойно живут в новых условиях. Нельзя не обратить внимание на то, что некоторые современные объяснения загадочного явления согласуются с древней магической доктриной, по которой любая пустота притягивает к себе то, что создано для ее заполнения. Неоплатоник Мистик Платин утверждал, что для привлечения к себе того, что вам нужно, следует создать вместилище, специально для этого предназначенное. Повесьте в своем саду скворечник, и прилетит птица, которая совьет в нем гнездо. Сделайте пруд таким, чтобы он понравился рыбе, и рыба не заставит себя ждать. Для тех, кто воспринимает подобные рассуждения слишком серьезно, может действительно выкопать пруд и ждать, когда в нем появится рыба. Форд заранее придумал оговорку. Предположим, утверждает он, что развитие жизни на Земле протекало как процесс заселения ее методом бомбардировки. Тогда, с заселением всех уголков, оптимальными для них живыми существами, телепортация полностью выполняет свою функцию и продолжает существовать как атовизм в ослабленной форме. Вот и летят иногда с небес уже не слоны, а крохотные лягушата. Письмо от доктора Роберта Конни, покойному доктору Роберту Плоту, члену Королевского общества, по поводу рыбного дождя. В среду перед Пасхой, в год 1666, на пастбище у Кранстеда, что неподалеку от Ротема, в графстве Кент, два акра земли, находящиеся вдали от моря, в том месте, где нет рыбных прудов и ощущается недостаток воды, вдруг покрылись рыбной мелочью, свалившаяся, как полагают, с неба во время страшной бури с грозой и дождем. Рыба была размером с мужской мизинец, и все, кто видел ее, считают, что это была молоть мерлузы. Подобранную рыбу показывали разным людям. Поле принадлежало человеку по имени Уэр, который, будучи членом большого жюри на весеннем заседании суда, взял с собой несколько рыб в Мэйдстоун, что в Кенте, и показал их среди других и мистеру Лейку, мидл-темплскому судье, а тот доставил одну такую рыбину в Лондон. Истинность события подтверждается многими, кто видел разбросанную по всему полю рыбу, причем на соседних полях рыбы не нашли. Всего рыбы было не больше Бушеля, а рассказал на заседании суда об этом мистер Лейк. Лохань Головастиков Норт, Челмсфорд, Массачусетс, 21 июля, Ассушейдед Пресс Миссис Лилян Фарнем приглашает всех, кто усомнится в ее словах, к себе домой, чтобы показать целую лохань этих маленьких существ. Фарнем сообщает, что прошлой ночью в разгар грозы тысячи Головастиков падали с неба вокруг ее дома, каждый размером с треть дюйма, — добавляет она, — рыбы с неба. Примерно в три часа пополудни в субботу 24 августа 1918 года арендаторы небольших участков в Хендене, являющемся южным пригородом Сандерленда, спрятавшись от сильной грозы, вдруг увидели, как на землю стали падать мальки. Рыба падала на три дороги и на садике между этими дорогами. Дождь смывал их в канавы, а с крыш они падали по водосточным трубам. О событии рассказали местные газеты, рыбу же посчитали молодью сельди. Я был в это время в отъезде, но, прочтя заметки, написал доктору Харрисону и, благодаря ему и особенно мистеру Орлесу, получил образец рыбы и возможность вчера, 5 сентября, посетить место происшествия в обществе указанных джентльменов. Нет никаких сомнений, что в указанное время большое количество молоди упало с неба на участок меньше третьей акры. Был сильный ливень с громом, но без молнии. Ветер, как нам сказали, был порывистый. Дожди из живых существ и органической материи В 1930 году в Рейнских горах, Германия, из грозовой тучи упало пятеро покрытых толстой коркой льда людей. В издании 1975 года «Загадки и удивительные факты» эта история получила следующее объяснение. Пятерых планеристов затащило в тучу сильным порывом ветра, и она отпустила их только тогда, когда они превратились в ядра суперградин. Но как объяснить падение вместе с градом черепахи Гофер в толстой ледяной оболочке, размером в 6 на 8 дюймов, обнаруженной в Боувингтоне, штат Миссисипи, США? Об этом случае сообщало такое серьезное издание, как «Метеорологический ежемесячник» Мансли Уэзер Ревю за май 1984 года. Многие люди слышали о периодических массовых самоубийствах норвежских леммингов. Однако остается вопрос, как, если стремление к смерти у них заложено генетически, остаются особи, которые продолжают род. Возможно, прочтя эту и другие главы, читатель не примет в штыки идею о том, что пополнение поголовья происходит благодаря десантам с небес, особенно в свете других свидетельств о падении животных над территорией, населенной леммингами, например, упоминание в книге Томплинсона «Дождевая туча и метель» о том, что с неба сыпались крысы, занесенные ветром в низинную Норвегию. Более точные сведения о жизненном цикле леммингов содержатся в статье, опубликованной в журнале «Journal of Cycle Research» и посвященной изучению циклических процессов. Эта статья, появившаяся в номере за январь 1957 года, приводит много исторических сведений. Так, в 1578 году повсюду вокруг Бергена шел дождь. Из больших желтых мышей, которые, упав в воду, спешили вылезти на берег. Еще один мышиный дождь прошел осенью следующего года. Народные поверья, в которых фигурируют подобные явления, основаны на наблюдениях, которые обычно отвергают как сказки. Тысячи змей, длиной от одного до полутора футов, выпали вместе с ливнем на довольно небольшом участке всего два квартала в Мемфисе, штат Теннесси, 15 января 1877 года, — как об этом сообщил журнал Scientific American. Самого падения никто не видел. Однако совершенно невероятно, чтобы столько змей смогли скрываться на небольшом участке города, а затем объявиться вместе с дождем, тем более что подобного раньше не случалось. Поэтому распространились слухи, что змеи свалились с небес. На крышах, правда, змей обнаружено не было. Но это не должно нас обескураживать, поскольку и без этого нам известно огромное количество рассказов о падении различных вещей с неба. В 1896 году газета «Филадельфия Таймс» писала, что сотни птиц вдруг упали на улице Батон-Ружа в Луизиане, причем на небе не было ни облачка. На улицах валялись дикие утки, пересмешники, дятлы и другие птицы со странным оперением, напоминающим канареек. Причем все они были мертвы. Только на одной улице дети собрали две сотни птиц. В правдивости этой истории не стоит сомневаться, город был забит тушками птиц. Маккоти, в статье, опубликованной в майском номере «Мансли Уайзер Ревю» за 1917 год, пытался объяснить необычайное происшествие тем, что это были перелетные птицы, сбившиеся с пути из-за сильной бури. Однако вопрос, почему сотни различных птиц умерли и упали в одно и то же время и в одном и том же месте, он оставляет без ответа. Это породило еще одну загадку. В Мэриленде, над городом Сент-Мэри, в январе 1969 года, что-то ударило по пролетавшим уткам. Было такое впечатление, что среди утиной стаи, сероспинки, красноголовки и чернити, произошел невидимый и неслышимый взрыв. По сообщению газеты «Вашингтон-Пост» от 26 января 1969 года, еще до удара о землю у птиц были переломаны ребра и имелись раны. Кровавые дожди, пожалуй, самые древние из известных человеку загадок природы. Но, несмотря на периодические сообщения о таких дождях в наше время, а также у древних авторов, например, у Гомера и Плутарха, это явление до сих пор еще относят к разряду мифов. 15 мая 1890 года похожее на кровь вещество выпало в местечке Мессинья-ди-Калабрия. По сообщению журнала Popular Science News, итальянское метеобюро установило, что вещество было птичьей кровью. Было высказано предположение, что стая птиц оказалась разорванной на куски сильным ветром, однако, по данным метеослужбы, сведений о таком ветре не поступало. А кроме того, было непонятно, куда делись останки разорванных птиц. 17 августа 1841 года люди, работавшие на табачном поле в штате Теннесси, очень удивились, услышав стук крупных капель по листьям. При ближайшем рассмотрении они обнаружили, что капли напоминали собой кровь и падали из странного красного облака, проплывавшего как раз над их головой. Они разыскали владельц плантации и некоего профессора Тооста, и, вернувшись с ними на поле, обнаружили, что все оно покрыто каким-то омерзительно пахнущим веществом. Отчет профессора Тооста был помещен в журнале American Journal of Science за октябрь 1841 года. Он утверждал, что выпавшее вещество представляло собой жир животного происхождения, смешанный с мышечной тканью, и что у него нет никакого сомнения относительно выпавшей крови. Позднее этот научный журнал сообщил, что вся история якобы — шутка работавших негров, которые по неизвестным причинам разбросали по полю куски разложившейся свиньи. В мартовском номере Scientific American за 1876 год можно прочесть, что 8 марта многие люди в Кентукки оказались очевидцами падения мясных хлопьев, летевших с безоблачного неба. Как и в других случаях, о которых мы упоминали, включая происшествия в Теннесси, хлопья выпали на небольшом участке поля продолговатой формы. Один из исследователей обнаружил, что мясные хлопья абсолютно свежие, причем одна снежинка представляла собой квадрат со стороной 3-4 дюйма. Он отважно пожевал несколько хлопьев и заявил, что по вкусу они напоминают баранину или телятину. И снова публика развлеклась при виде спорящих ученых, которые отметали свидетельства очевидцев, в угоду своим собственным теориям. Победила версия, согласно которой мясо изрыгнуло стая конюков. Самое свежее сообщение на эту тему в нашем досье взято из ноябрьского номера журнала Flying Saucer Review за 1968 год, в котором автор ссылается на сообщения бразильской прессы. 27 августа того же года, на участке площади 1 квадратный километр между Кок-Пава и Сан-Хосе-Дос-Кампос в течение 5-7 минут падало мясо и капало кровь. Мы, однако, убеждены в существовании дождей из крови и мяса и цветных дождей. 28 сентября 1880 года, сообщает журнал La Nature, женевский профессор Брун проверил сведения о кровавом дожде, выпавшем у Джабел Секра в Марокко, и обнаружил, что скалы и растительность покрыты чешуйками красного цвета, в которых он распознал остатки колоний микроорганизмов протококкус флювиалис. Он объяснил их появление здесь пронесшимся вихрем. Большинство случаев выпадения желеобразных дождей сопровождалось необъяснимым свечением воздуха. Хладный сообщает о вязкой массе, выпавшей вместе со светящимся метеоритом, в Италии в 1652 году, анналы философии, а также о студенистом веществе, которое упало вместе с огненным шаром на индийский остров Лети в 1718 году. American Journal of Science. Scientific American пишет, что 11 ноября 1846 года яркий объект четырех футов в диаметре превратился в зловонный студень, который разбросало около Лоувилля, штат Нью-Йорк. Перечисления можно продолжить, причем имеются документальные подтверждения таких явлений. Например, дублинская газета «Ивнинг Геральт» 7 февраля 1958 года сообщила о странном светящемся предмете, который пролетел над Уэст-Мид и приземлился в поле. Поначалу его приняли за НЛО. Однако любопытные прибывшие на место обнаружили только кучу маслянистой жижи. В 1696 году епископ Клоинский сообщал философские труды, что он несколько раз за свою жизнь слышал о таких явлениях в Ирландии, причем это вещество, или, как его называют, болотное масло, высоко ценилось местными жителями, как лечебное средство от парши. Профессор Маккенни Хьюз писал 23 июня 1910 года в Нейчур, что вера в то, будто упавшие звезды превращаются в студень, была довольно распространена. Он утверждал, что сам видел звездную гниль, или, как ее называют валийцы, пудресер, попытку отождествить эту слизь со студенистым грибком трэмэлла мезентерика нельзя считать убедительной. И так с небес всегда что-то сыплется, включая вещи вполне съедобные и даже живые. Семена, упавшие с неба на улице Киркманшауса, Персия, были приняты за манну. Однако лондонская Daily Mail в номере от 13 августа 1913 года предположила, что это была кукуруза. Журнал InfoJournal за август 1972 года сообщает, что летом 1971 года на ферму в северо-западной части Бразилии стали падать западно-африканские бобы. И в этом, и в других случаях нас поражает, с каким упорством для объяснения этих явлений пытаются использовать теорию смерчей. Как-то в 1897 году огромное количество семян просыпалось с неба на несколько городов в итальянской провинции Мачарата. В журнале Notes and Queries от 18 сентября 1897 года их определили как семена иудина дерева, родина которого находится в Центральной Африке. Все семена были в начальной стадии прорастания. Что же это был за смерч, который сумел собрать только эти семена, да еще в столь огромном количестве, оставив нетронутыми ветки, листья и прочее, и перенести их в Италию, не рассыпав и не уронив по дороге? В философских трудах сообщается о пшеничных зернах, упавших на Уилтшир в 1686 году, причем зерна находились внутри градин. Падение моллюсков на Сент-Джонс Примерно в три часа пополудни, в субботу, над Вурстером и его окрестностями пронеслась гроза необычайной силы. Ливень был невероятно сильным и сопровождался молниями. Сообщается о нескольких происшествиях. Недалеко от Уайтхолла у одной женщины молния убила запряженного в повозку осла. В фернхолл Хит в трубу дома мистера Джона Бейлиса попала молния и выбила несколько кирпичей. В Эствуде повреждена печная труба в доме мистера Чамберса. В Бутонфилдс, что в Сент-Джонсе, у женщины на несколько часов отнялись ноги. Гроза над Сент-Джонсом была особенно сильна. От мистера Бозварта и других очевидцев мы узнали, что в три часа, когда она началась, дул легкий северный ветерок. В начале прошел сильный град. Он был больше похож на град, выпадающий на юге Франции, чем на тот, к которому привыкли жители центральных графств Англии. Град срывал листья деревьев, побил много яблок, сливы, плодовых кустов, фасоль, картофель и бобы, а сады стояли как будто вытоптанные. Во время бури человек по имени Джон Гринолл спрятался под навесом в саду своего хозяина в переулке Коумер-Лейн и видел, как огромные массы моллюсков-береговичков обрушились на землю, то глубоко зарываясь, то отскакивая от поверхности. Выпадение моллюсков было ограничено территорией сада, принадлежавшего мистеру Литсу, и переулком Коумер-Лейн. Весть об этом быстро разнеслась по городу, и вскоре местные жители собирали моллюсков не хуже искателей алмазов. Моллюсков было так много, что один человек ухитрился набрать два ведра. Сбор продолжался весь остаток дня, даже ночью при свете фонарей, а также весь следующий день. Один живой рачок лежит перед нами, когда мы пишем эти строки. В крупной раковине, которую один мальчик передал жителю Сент-Джонса Джозефу Филлипсу, обнаружили живого рака-отшельника. По словам очевидцев, дождь лил стеной. Воды было так много, что тоннель у станции Хенвик затопила на четыре фута, и железнодорожная администрация вынуждена была поставить там человека, предупреждавшего пассажиров об опасности. Многие тонны песка и камней вода принесла на Хенвикскую дорогу. По всей округе были видны страшные следы стихии. В некоторых местах град не таял до семи часов и вечера. Молния ударила в дерево напротив дома мистера Сталларда в Хенвике. Примечательно то, что она как бы обвела дерево по спирали. Эта же молния поразила небольшую яблоньку в саду мистера Бозварда, не задев других высоких деревьев. В доме мистера Летти на Хай-стрит обнаружили два камня, похожих на морскую гальку. Камни с небес В XVII-XVIII веках проверкой сообщений о падающих с неба камнях занимались Лавуазье, Гассенди и другие видные ученые. Лавуазье Антуан Лоран, 1743-1794, французский химик, один из основателей современной химии, автор классического труда, начальный учебник химии, 1789 год. Гассенди Пьер, 1592-1655, французский философ-материалист, математик и астроном, основное сочинение «Свод философии», 1658 год, посмертно. Они щупали эти камни, брали пробы, расспрашивали свидетелей их падения и… ничего не могли понять. — В небе нет камней, — докладывал Академия наук Лавуазье, — поэтому камни не могут падать с неба. 13 сентября 1768 года камень весом в семь с половиной фунтов с грохтом упал в местечке Люс во французском департаменте Мен. Лавуазье сначала расспросил свидетелей, потом исследовал камень и решил, что тот имеет вполне земное происхождение и возник, быть может, от удара молнии. Что бы там ни говорили древние, — писал он, — истинные физики всегда сомневались в существовании таких камней. К счастью, ни одного истинного физика не оказалось поблизости, когда 7 ноября 1492 года в Энзесхаме на глазах у всей армии императора Максимилиана I упал огромный камень. Метеоритная теория получила всеобщее признание только в начале нашего столетия. Однако нас прежде всего интересуют имеющие неметеоритную природу небесные камни, падение которых сопровождается другими не менее странными явлениями. Тхурм-Салайский метеорит, представлявший собой огромный, покрытый льдом камень, упал 28 июля 1860 года. Заместитель британского представителя Тхурм-Салле Индия сообщил в трудах канадского института, что в течение нескольких месяцев после падения камня наблюдались случаи выпадения с неба рыбы в Бенарисе. Неведомое красное вещество падало на фурукабад, произошло землетрясение, на солнце было обнаружено темное пятно, вдруг на некоторое время стало темно и, наконец, наблюдалось странное свечение неба. На следующий вечер после падения камня он сам видел множество огней в небе, которые бы сегодня назвали НЛО. В каталоге метеоритов Грега «Джурм-Салайский метеорит» характеризуется как «настолько холодный, что при прикосновении к нему немеют пальцы». Отчет Британской ассоциации за 1860 год. Редкие и необычные падения камней зафиксированы в большом количестве источников, поэтому мы приведем лишь несколько взятых наугад рассказов. Газета «Таймс» от 1 мая 1821 года пишет, что на один из домов в местечке Труро, Корноул, Англия, все время падали камни. Сообщения о подобных камнепадах восходят еще к тем временам, когда Господь бросал с небес большие камни на амуритов. Новина, глава 10, стих 11. Ливий сообщает, что когда Тулгостилий покорил Сабинов, камни начали падать с неба на священную рощу на вершине горы Альбан. Ливий Тит, 59 до н.э., 17 н.э., римский историк, автор римской истории от основания города. 142 книги. Сохранилось 35. Римляне послали наблюдателей, и те видели падения камней своими глазами. В перечне Грега зафиксировано более двух тысяч падений метеоритов, начиная со II века н.э., причем многие из них не были настоящими метеоритами. У Форта зафиксированы еще сотни падений не метеоритов. Мириам Аллен де Форт, американская писательница, которая дольше всех переписывалась с Фортом, пишет в биографическом эссе о Форте, опубликованном в журнале «Научная и ненаучная фантастика» за январь 1954 года, следующее. В 1922 году над Чайко в Калифорнии произошел знаменитый камнепад. Я отправилась туда, чтобы все разузнать для Форта, и своими глазами увидела, как из невидимой тучки в небе к моим ногам мягко упал камушек. В Чарльстоне, штат Южная Каролина, 4 сентября 1886 года камни застучали по мостовой прямо под окнами редакции газеты «Чарльстон Ньюс энд Курьер». Случилось это в два часа тридцать минут ночи, поэтому злоумышленника, если таковой существовал, никто не обнаружил. Камни оказались теплыми. В выпуске за 6 сентября газета напечатала статью своего редактора, оказавшегося очевидцем камнепадов, которые произошли в тот же день в 7 часов 30 минут утра и в 13 часов 30 минут дня. Он отметил, что впечатление было такое, будто все камни падали из одной точки над головой на участок площадью 75 квадратных футов. Еще более странную историю опубликовала Рент Дейли Мэйл 29 мая 1922 года в Иоханнесбурге, Южная Африка. В течение нескольких месяцев камни падали на одну аптеку, да так, словно хотели поразить работавшую там девушку Готтентотку. Полиция оцепила сад вокруг дома, а девушку послали в магазин, и пока она шла, вокруг нее отвесно падали камни. Отвесность падения была зафиксирована полицией, которая по траектории камней надеялась обнаружить преступника. Тем не менее полицейские прочесали все окрестности, но никого не обнаружили, хотя камни так и не перестали падать вблизи девушки. Несколько недель полиция продолжала наблюдение и удостоверилась, что большие камни падали именно там, где появлялась девушка. Неприятная избирательность камнепада отмечена в журнале «Инфо Джорнал». Вечером 27 октября 1973 года двое мужчин сидели и удили рыбу на озере недалеко от местечка Сканитлс в штате Нью-Йорк, когда рядом с ними в воду упал большой камень, затем еще два больших размеров. Они обследовали местность с факелами, но ничего и никого не нашли. Затем град из мелкой гальки заставил их поторопиться к машине. Пока они бежали, их преследовал каменный дождь. Когда они наконец решили остановиться, чтобы переодеться, на них опять посыпались камни. А при выходе из бара, куда они зашли утарить жажду, их снова встретил камнепад. У дома, где они расстались, камнепад даже усилился. Анализ, проведенный геологическим факультетом Сиракузского университета, показал, что выпавшая галька относится к местной породе. Интересны камнепады, которые происходят в комнатах и замкнутых пространствах. Мы хотим упомянуть о сравнительно недавнем случае. Целых пять дней камни падали вокруг молодого аборигена, работавшего на ферме неподалеку от города Памфрей, Западная Австралия. Ученые не смогли придумать ничего лучше, как объяснить происшедшее причудами ветра. Однако куда девалось их самомнение, когда двое очевидцев под присягой показали, что, находясь в закрытой палатке с указанным молодым человеком, они видели камни, падавшие прямо к их ногам. Фокуса здесь никакого не было, как и дырок в палаточной ткани, через которые могли бы проникнуть причудливые ветры или камни, которые оказались самой обычной галькой. Дели Экспресс, 22 марта 1957 года В рассказах о падении с неба различных предметов часто фигурируют куски льда неправильной формы. Не следует, однако, слишком доверять такому рациональному объяснению, что они просто отваливаются от обледеневшего самолета, тем более что подобные случаи происходили и тогда, когда еще не было самолетов. Фламмарион, упоминает о куске льда, 15 футов длиной, 6 футов шириной и 11 футов толщиной, который упал в эпоху Карла Великого. Л'Атмосфер, 1888 год Фламмарион Камиль, 1842-1925, французский астроном, исследовал Марс, Луну, двойные звезды, автор известных научно-популярных книг. Даже если предположить, что в первой половине 19 века были самолеты, в нашем понимании этого слова, то они вряд ли были способны поднять в воздух такие глыбы льда и не упасть. В 1802 году льдина доярда в ширину упала на Кадейш в Индии. 14 августа 1849 года Таймс писала, что накануне вечером глыба льда неправильной формы свалилась в местечке Орд, что в Росшире, после исключительно сильного раската грома. В окружности глыба достигала 20 футов и должна была весить около полутонны. Рон Уиллис собрал сведения о 46 таких случаях, пользуясь книгами Форта и другими источниками, и опубликовал их в InfoJournal. Читатели могут ознакомиться с его таблицами, а также с достоинствами и недостатками теорий, согласно которым лед падает с самолетов, является метеоритом, а также может сформироваться в воздухе при ветре определенной силы. Известны несколько исключительных случаев. В ноябре 1950 года ферма в Эксмуре, около Норт-Мортона, в Девоне, оказалась заваленной кусками льда размером с большую тарелку. Среди них валялась мертвая овца, шея которой была перебита 14-фунтовым куском льда. Лондонская Evening News 9 ноября 1950 года. Однако этот случай даже нельзя сравнивать с градом, выпавшим в Техасе и убившим тысячи овец, о чем писал журнал Monthly Weather Review за май 1877 года. Или с тем, что произошло 10 января 1950 года в Дюссельдорфе, когда ледяное копье 6 дюймов толщиной и 6 футов длиной насмерть поразило плотника на крыше его дома. Об этом писал Фрэнк Эдвардс в книге «Самое странное», вышедшей в 1956 году. Почти каждый случай падения с неба предметов не похож на другой. Можно упомянуть о выпадении смердящего льда, цветного льда, кристаллов соли, медных сплавов, шлака и алебастра, градин из питьевой соды, дождей из азотной кислоты. Еще задолго до того, как такие явления стали встречаться повсеместно из-за промышленного загрязнения окружающей среды. Наблюдались падения металлических осколков, которые нельзя объяснить с позиции метеорологии. Например, в Каневтоне, Онтарио, упала мягкая лепешка, на поверху оказавшаяся смесью осколков стекла с почти чистым цинком. Бельвиль интеллигенсер 11 ноября 1968 года. Странный шар из известняка упал около Блекенштада в Швеции 11 апреля 1925 года. По данным профессора Хаддинга из Лундского университета, в его осколках были обнаружены морские раковины, а также следы животного, напоминавшего собой трилобита. Гиттенс – исследование космического пространства. Падение рукотворных предметов Согласно одной из христианских легенд, знаменитый столб в Сарагосе был принесен туда ангелами, которых сопровождала Дева Мария. С вершины столба она наставляла апостола Иакова. Подобные легенды существуют во многих странах. В них фигурируют рукотворные предметы, как, например, указанный столб, которые якобы упали с неба. Они во все времена считались священными, помещались в храмах или использовались в магических ритуалах. Сейчас значительное число таких предметов пылится в запасниках музеев или во второстепенных экспозициях с табличкой «Ритуальные предметы каменного века». Интересно отметить, что в каталоге Грега, опубликованном в отчете Британской ассоциации за 1860 год, указан колонноподобный обработанный камень, упавший с неба в Константинополе примерно в 416 году. Пермидальные камни, известные как громовые камни, громовики, небесные топоры или стрелы молний, являются общепризнанными талисманами, оберегающими от попадания молнии. Жители Бирмы, Китая и Японии, читаемые в книге Блинкенберга «Громовое оружие», выпущенной в 1911 году, верили, что эти предметы изготовляются на небе. Некоторые натуралисты считают, писал в 1649 году Талли, что громовые камни рождаются на небе от дыхания молнии, сгущающегося под действием окружающей влаги. Однако прошли века, прежде чем ученые, ранее отрицавшие возможность подобных явлений, вынуждены были признать, что камни могут падать с неба. Особый интерес представляют сообщения, в которых фигурируют похожие на топоры камни, обнаруженные в месте удара молнии в землю или в стволе пораженного молнией дерева. Блинкенберг отмечает, что география народных представлений о том, что такие камни связаны с молнией, довольно широка, от Ямайки до Норвегии и от Малайи до Британских островов. Форд добавляет, что аналогичные представления бытовали среди индейцев Северной и Южной Америки. Англосаксы испытывали настоящий страх перед ядрами эльфов и волшебными стрелами, то есть крохотными камешками, которые якобы обрабатывали и метали феи. Решив проверить преемственность этой традиции, мы обнаружили, что она присутствует в разные исторические времена у разных народов. То, что сейчас сохранилось в народной памяти, когда-то могло основываться на реальном событии. Справедливые обратные утверждения, то, что воспринималось как выдумка, может на поверку оказаться фактом. Пример, в котором фигурирует ядро эльфа, приводит МакГрегор в своей книге «Острова привидений». Одну волшебную стрелу подобрала в Лох-Медди несколько лет назад одна девушка, которая, выйдя темным вечером за торфяными брикетами, вдруг услышала, как в воздухе что-то просвистело и упало у ее ног. Обработанный камень в виде диска очень правильной формы упал с неба в местечке Тарп, Франция, в июне 1887 года. В журнале «Contrandue» была сделана попытка объяснить этот случай действием смерча. В 1910 году на страницах журнала Scientific American развернулась бурная дискуссия, когда Чарльз Холдер объявил, что ему удалось расшифровать надпись, высеченную на поверхности камня, напоминающего метеорит. Метеорит этот якобы упал в долине Яки в Мексике. Утверждение Холдера о том, что надпись была сделана на языке племени майя, легко опровергли специалисты и о случившемся вскоре забыли. При этом не удосужились проверить первоначальное заявление, будто на землю упал камень, на котором имелась надпись. В настоящее время это явление, похоже, приобрело новую форму. В безбожный век никто уже не говорит о божественной природе падающих с неба продуктов современной техники. По собранным нами данным, с 1911 года регулярно сообщается о падении на землю фольги и блесток, с 1842 года о падении химикатов, с 1936 года винтов и гаек, с 1955 года пластмасс, в 1961 году упал латунный куб. В Биджори, Индия, как сообщалось, уже почти сто лет с неба сыплются бусины с проделанным в них отверстием для продевания нитки. Иногда их выпадает так много, что можно набрать целую горсть. Все попытки обнаружить источник этих бусин, исходя из предположения, что смерч переносит их откуда-то и что там, откуда они берутся, будь то фабрика или склад, их периодически будет недоставать, оказались тщетными, как в январе 1955 года писал журнал «Фейт». Точно так же полиция не смогла объяснить, откуда взялись мячи для игры в гольф, выпавшие во время бури в местечке Пунта-Гордо во Флориде, 3 сентября 1969 года. Инфоджорнал, номер 7, за 1970 год. В вышедшей в 1922 году книге Вернера «Мифы и легенды Китая» приводится древняя история о том, что некий Лэй Кунь, князь Грома, сбросил с небес склянку с лечебной мазью одной женщине, которая была поражена молнией. Современным эквивалентом этой истории, хотя и несколько измененной по духу и форме, можно считать низвержение с небес грязи, щепок, камней, стеклянных осколков и глиняных черепков на жителей Пиньяр-дель-Рио, Куба, причем целых четыре раза в течение 1968 года. Бээнд – октябрь 1969 года. Огромное количество гвоздей высыпалось с ночного неба на жену смотрителя маяка в Пойнт-Исабель, Техас. Случилось это 12 октября 1888 года, а 16 октября того же года газета «Сент-Луис Глоб Демократ» писала, что на следующую ночь град гвоздей повторился, но уже в сопровождении комьев земли и устричных раковин. Сообщение привлекло толпы любопытных, которые рассказывали, что видели падение гвоздей около маяка своими глазами. У нас есть данные о происшествиях, которые можно считать падениями предметов с неба, хотя очевидцы отсутствуют. По сообщению «Сент-Луис Пост Диспетч» 10 ноября 1965 года житель Лойсвилля, штат Кентукки, услышал грохот. Когда он выбежал, чтобы узнать, что произошло, его глазам предстал двор, усыпанный пакетами с печеньем. Поскольку пакеты были обнаружены даже на крыше гаража, соседи высказали предположение, что печенье свалилось с неба, возможно, с самолета. Однако не удалось установить ни изготовителя печенья, ни его принадлежность. Более того, ни один летчик не сообщил о потере груза. Нет сомнений в справедливости утверждения женщины, ехавшей на машине в Палм Спрингс, Калифорния, что с неба свалилось колесо и серьезно повредило крышу ее автомобиля. По сообщению «Нью-Йорк Таймс» от 17 апреля 1969 года власти не получили сведений о потере колеса каким-либо самолетом. Такие падения предметов достаточно загадочны сами по себе. Что говорить тогда о тех случаях, когда падение одних и тех же предметов происходит неоднократно в одном и том же месте? По данным религиозно-философского журнала, куски ржавого железа выпали в Оренбурге, Россия, 25 января 1824 года, а затем их падение было отмечено четырьмя месяцами позже, о чем имеется сообщение в журнале Королевского института за 1828 год. Перейдем от железа к дроби, которая через определенные промежутки времени, целых несколько дней, сыпалась внутри одной конторы в Ньютоне, штат Нью-Джерси. Вышедшая 3 марта 1929 года газета San Francisco Chronicle назвала этот случай «величайшей загадкой в истории города», причем до сих пор непонятно, как дробь проникла в здание. После того, как об аналогичном случае рассказал религиозно-философский журнал, один из читателей прислал письмо, опубликованное 24 апреля 1880 года этим же журналом с описанием пуль, которые падали средь бела дня во всех комнатах его дома в 1867 году. Затем по часу и больше стала сыпаться крупная дробь для охоты на птиц. Всякий раз, когда он хотел собрать эту дробь, он находил не более полудюжины дробин, а остальные таинственным образом исчезали. Среди собранных нами случаев есть аналогичная история. В ней рассказывается о падении кусков обожженного кирпича. Бюллетень Международного учебного центра Шри Аурубиндо за февраль 1974 года поместил пространные воспоминания очевидца падения кусков кирпича внутри различных комнат здания Шри Аурубиндо в Понде Шери, Индия, в декабре 1921 года. Ни злоумышленников, ни причин этого явления обнаружено не было, а кирпичи продолжали падать во дворе, на кухне и на лестницах. Обитатели вскоре заметили, что кирпичи можно увидеть только ниже уровня крыши, словно они возникают именно на этом уровне и сразу, как только материализуются, начинают падать. Обитатели также отметили, что это явление как-то связано с местным поваренком, они заперли его в комнате, в которой не было никаких отверстий, но кирпичи не переставали падать, нанося ему даже телесные повреждения. За 41 год до этого в школе рядом с домом правителя в Мадрасе кирпичи падали не менее пяти дней в присутствии тридцати наблюдателей. 5 марта 1888 года газета «Мадрас Мэйл» писала, что священники порекомендовали отметить один упавший кирпич белым крестом и поместить его в центре класс. Ко всеобщему изумлению, кирпич такого же размера, но с черным крестом, упал на первый кирпич, да с такой точностью, что даже не свалился с него. В давние времена, как нам известно, древние люди молили о неспослании манны и получали ее. В доказательство того, что эта традиция не исчезла, мы предлагаем современный аналог — денежные дожди в бетонной пустыне города. Некоторые из приводимых случаев происходят, как уверяют очевидцы, с участием шумливых и злобных привидений, например, падение пенсовых монет вместе с кусочками соды и угля во время знаменитых беспорядков в Баттерси, район Лондона. Этот случай был описан Гарри Прайсом в его книге «Привидения над Англией», вышедшей в 1945 году. Пожалуй, самым удивительным проявлением буйства привидений стало полное разрушение дома в Сорбонне, Париж, в результате нескончаемых бомбардировок строительным материалом. Это продолжалось каждую ночь в течение трех недель, о чем имеются данные в официальном французском полицейском журнале «Газет де Трибюн», вышедшем 2 февраля 1849 года, в котором также содержатся, хотя и без указания даты, ссылки на аналогичный случай, когда дождь из мелких монет собирал на улице Монтескье в Париже толпы зевак. Отметим, что это происходило несколько раз к ряду. Форт упоминает о выпадении монет на Трафальгарской площади в Лондоне, не сообщая каких-либо подробностей. Пенсовые и полупенсовые монеты падали около детей, возвращавшихся домой из школы в Ханаме, Бристоль, как об этом писала 30 сентября 1956 года лондонская People. 5 августа 1940 года лондонская Daily Express напечатала заметку о том, что во время бури в Мещоре в России повсюду сыпались серебряные монеты. People 17 февраля 1957 года сообщала, что жительница Гейтсхеда, графства Дарем, находясь во дворе своего дома, услышала, как у нее над головой просвистели два предмета. Это оказались полупенсы. Пенсовые монеты в количестве 40-50 штук выпали небольшими партиями за пятнадцать минут в Раймсгейте, графство Кент. 10 сентября 1968 года Daily Mirror отмечала, что падение их нельзя было увидеть, лишь слышно было, как они стучали по мостовой. Как ни странно, но все монеты были искривлены. 6 января 1976 года Бат Кроникл рассказала, как два священника в Лимбурге, ФРГ, собрали невесть откуда свалившиеся две тысячи марок банкнотами различного достоинства. Но даже этот случай нельзя сравнить с тем, когда тысячи франковые бумажки падали на жителей Бурже, Франция. Несмотря на все усилия по расследованию происшествия, писала Sandy Express 15 апреля 1957 года, никто не заявил о пропаже и не предъявил своих прав. Таинственные потоки В этой главе мы рассмотрим некоторые проявления таинственной силы, действующие на жидкости и заставляющие их появляться из ниоткуда и сочиться, течь из различных предметов или падать с небес в виде капель. Прежде всего имеются в виду необычные и повторяющиеся дожди, выпадающие на небольшие участки. Конт Рэндю поместил сообщение о падении больших отдельных капель теплой воды на Женеву в ясный день в 9 часов утра 9 августа 1837 года. Это явление повторилось 31 мая следующего года в 10 часов утра и еще раз в тот же час 11 мая 1842 года. Горячая вода выпадала 30 июня 1817 года во время серии подземных толчков в Инернес, доклад Британской ассоциации 1854 год. Таинственное явление интенсивных локальных дождей получило у метеорологов название «точечного выпадения осадков». В качестве примера метеорологический журнал Саймонса приводят каскад воды и града, обрушившийся 9 июня 1809 года на один из районов Лондона размером менее 200 акров. Газета «Торонто Глоуб» от 3 июня 1889 года описала события в Кобурге, Онтарио, когда горожане увидели над головами массу воды в виде огромного мешка, который упал в двух милях от города. Это явление поспешили объявить водяным смерчем. Форд, со своей стороны, был очарован идеей телепортации больших объемов воды. В отличие от обычных дождей, существуют еще и небесные струи. В Конт-Рэндю имеется упоминание о выпадении потока воды над Нуар-Фонтеном, Франция, из неподвижной точки в небе. Вода продолжала литься в течение двух дней в апреле 1842 года. В графстве Честерфилд, Южная Каролина, вода с неба лилась непрерывно в течение 14 дней на небольшой участок земли при абсолютно ясном небе, Нью-Йорк-Сан, 24 октября 1886 года. Примерно в то же время другие газеты сообщали о подобных происшествиях в Черро и Айткине, где поток воды был ограничен участком в 10 квадратных футов. В следующем месяце поток воды пролился на Доусон, штат Джорджия, на участок в 25 футов шириной. Создавалось впечатление, будто на небе существуют невидимые краны, которые забывали закрыть. Жаждущие влаги деревья молят о воде, и в ответ, если это действительно ответ, она льется либо не там, где надо, либо чересчур долго, как бы по рассеянности. Газета «Шарлот Кроникл», «Северная Каролина», 21 октября 1886 года сообщала, жители юго-восточного района города не менее трех недель наблюдали весьма странное явление. Каждый день в три часа пополудни, в одном и том же строго определенном месте, ровно полчаса шел дождь. Он лился между двумя деревьями в означенный час. Нежные капли падали на листья при ясном солнечном свете, и все это можно было наблюдать ежедневно более трех недель подряд. Впоследствии синоптик из службы прогнозов послал отчет об этом событии в ежемесячный журнал «Обозрение погоды» октябрь 1887 года, подтвердив, что самолично наблюдал данное явление несколько дней к ряду. Два упомянутых дерева принадлежат к породе красных дубов. Иногда вода льется на участок площадью пол-акра, но всегда центр ее падения — эти два дерева. Когда же напор воды слабеет, то влага выпадает лишь на листву. В Браунсвилле, штат Пенсильвания, такую же водяную небесную манну получало дерево другой породы — персиковое. Как писала газета «Сент-Луис Глоб Демократ» в номере от 19 ноября 1892 года, свидетели наблюдали падение воды с небольшой высоты над самим деревом на участок площадью около 14 квадратных футов, в центре которого оно росло. В июле 1966 года акация, росшая во дворе одного из домов в Ла Ферия, штат Техас, не получала воду с небес, а наоборот, сама выделяла ее в избыточном количестве. Владелец дома, некто Сэм Морс, лично наблюдал, как поток воды начинал бить из узловатого отверстия, расположенного на высоте примерно 20 футов над землей. За 12 часов он набирал 6 галлонов воды. По другим сообщениям, дерево как-то выдало 40 галлонов за 47 дней. Февральский номер журнала «Фейт» за 1967 год с иронией отмечал, что бедное дерево вскоре сделалось объектом паломничества, а его темные воды, как гласила молва, оказались наделенными целебной силой. Та же сила обычно приписывается и разного рода выделениям в виде таинственных слез, пота и т.п. из предметов, не предназначенных для такого рода явлений, в частности, из других деревьев и предметов изобразительного искусства, причем традиция эта восходит к временам античности. Есть и другие столь же таинственные явления, связанные с жидкостями. Так, в начале февраля 1873 года один дом в Эклстоне, Ланкашир, стал местом действия целой серии невероятных происшествий. В помещениях непрерывно текли потоки воды, в результате чего их престарелые обитатели промокали до нитки, а старинная мебель непоправимо портилась. Все, кто занимался расследованием этого феномена, отмечали ужасное положение людей, оказавшихся его жертвой. В данном случае не могло быть и речи о каком-либо мошенничестве. Чарли Стендарт в статье от 15 февраля отмечала, что самое поразительное во всей этой истории то, что потолки дома остаются совершенно сухими. 9 сентября 1880 года репортер Торонто Глоуб описал в заметке свои невероятные приключения на одной ферме недалеко от Уэлсли, Антарио, где окна были сплошь разбиты так и ненайденными снарядами с неба, а мебель передвигалась по дому по своему собственному хотению. В комнатах также стала литься вода, причем ее было столько, что все вещи хозяев оказались в конец испорченными. Нужно отметить, что это зачастую происходило на глазах у ошеломленных экскурсантов, набивавшихся в комнаты. Между тем, странное дело, ни крыша, ни стены не носили на себе никаких следов воды, так что было непонятно, откуда же она берется. В своей книге «Странный мир», опубликованной в 1964 году, Франк Эдвардс описывает злоключение одной семьи, пораженной водяной чумой. По странной случайности фамилия этих людей была Ваттерман, дословно «водяной человек». И беда приключилась с ними через девять лет после того, как они поселились в свой новый дом вблизи Виндзора в Вермонте. Однажды утром, в сентябре 1955 года, они вдруг обнаружили капли влаги на своей мебели, как после густого тумана. Они тотчас же стерли эту росу губкой, но она не замедлила появиться вновь, причем визиты повторялись, и роса по временам бывала весьма обильной. Инженеры компании по продаже домов, обслуживавшие участок, осмотрели все трубы и нашли их в отличном состоянии. Они не лопались, и поверхность их была абсолютно сухой. Между тем вода все появлялась и появлялась, час за часом. В один прекрасный день, когда глава семейства, доктор Ваттерман, переносил поднос с виноградом из одной комнаты в другую, тот в пути наполнился водой. В статье, посвященной таинственным потокам жидкости разного рода, опубликованной в журнале GRID США 20 июля 1970 года, шла речь о потоках воды, буквально выгнавших из дома семью Мартинов, проживавших в Мэттуэн, штат Массачусетс, в 1963 году. Но их злоключения на этом не кончились. Стоило им переехать в новый дом, как все началось сначала, хотя они сменили не только дом, но и город. Вода опять начала бить струями в различных местах дома, сочиться по стенам и потолку. В случае, которое относится к действиям нечистой силы, нам известны две разновидности. При одной из них происки продолжаются и при переезде людей на новые места, а при другой — не дают спокойно жить новым жильцам. История, происшедшая с Эугенио Росси, напоминает нам о других случаях преследований, где в центре всегда оказывается тот или иной конкретный человек, идет ли речь об огне, камнях и т.д. Девятилетний Эугенио находился в больнице в городке Нуоро, Сардиния, где обследовали его печень, когда, как сообщала газета «Сан» от 30 ноября 1972 года, вокруг его постели начала в больших количествах сочиться через доски пола вода. Его переводили из одной палаты в другую пять раз. И все по одной и той же причине. Стоило ему обосноваться на новом месте, как вокруг его постели тут же начинала скапливаться проступавшая через пол вода. Мы снова читаем о совершенно сбитых с толку официальных лицах и техниках, осматривавших трубы и не находивших никакого объяснения странному явлению. Наверняка люди, страдающие от таких преследований, испытывают к себе особую расположенность воды от того, что в древности их предки, должно быть, были искателями воды и заклинателями дождей. Любопытный случай произошел в доме сельского пастора в Свонтон-Новерс, Норфолк. О нем писали все ведущие английские газеты и журналы того времени. 30 августа 1919 года было обнаружено, что через потолки нескольких комнат сочится нефть, точнее, она собиралась пятнами на потолке. В последующие дни нефть стала течь с потолка постоянно и, как отмечали некоторые очевидцы, бить струями из стен. Тогда было высказано предположение, что дом, возможно, стоит на нефтяной скважине, но нефть, которую обнаружили в доме, не была неочищенной. Какой бы ей в таком случае полагалось быть, это была смесь керосина и бензина. Нефть пребывала в количестве одной кварты каждые 10 минут. Согласно одному сообщению от 2 сентября, ее в этот день было собрано до 50 галлонов. 1 сентября в доме дождь шел 13 раз. При этом два раза это была вода, а 11 раз — смесь метилового спирта и сандалового масла. В результате вещи в доме оказались безнадежно испорченными, а пары жидкости были столь вредны для здоровья, что потребовалась эвакуация людей. Срочно продолбили стены, исследовали потолки, но обнаружить что-либо не удалось. В услужении у пастора, преподобного Хьюгая, находилась молодая девушка, и была сделана попытка свалить все на нее. Как писала Таймс от 9 сентября, некто Освальд Уильямс, иллюзионист по профессии, включился в расследование и заявил, что сумел раскрыть тайну. По его словам, служанка поливала потолок водой. 12 сентября та же газета поместила интервью с девушкой, в котором она рассказала, что вошла в дом вместе с Уильямсом, и как только на потолке появились пятна, тот дал ей ровно минуту, чтобы сознаться в преступлении, заявив, что в противном случае добьется, что ее посадят в тюрьму. Позже она подала в суд на Уильямса и его жену, обвинив их в том, что они ее избивали. Дело против девушки было тут же прекращено. Никто так никогда и не смог объяснить, каким образом бедная служанка смогла затащить 50 галлонов нефти на чердак, да еще к тому же под пристальным наблюдением множество людей, проводивших расследование. Комментарии кандидата географических наук Снитковского Кроме звезд и планет во Вселенной имеется множество мелких метеорных тел, представляющих собой осколки малых планет-астероидов. Большинство из них не превышает в поперечнике километра. Сталкиваясь между собой, они дробятся на еще более мелкие осколки, которые падают на поверхность Земли в виде метеоритов. Масса метеоритов, падающих на Землю, от долей грамма до десятков и сотен тонн. В земной атмосфере, при соприкосновении с воздухом, поверхность метеоритного тела плавится и испаряется, в результате чего на высотах 80-150 километров метеоры начинают светиться. Метеориты разделяются на железные, каменные и железо-каменные. Кислород, кремний, железо и магний составляют 93% всей массы метеоритов. Иногда на Землю падают крупные метеориты массой в сотни и тысячи тонн, которые при соприкосновении с земной поверхностью взрываются. В СССР из очень крупных метеоритов известны Тунгусский 1908 год и Сихоте-Алиньский 1947. Когда большие метеориты падают на Землю и взрываются, после них остаются огромные кратеры. Один из самых больших кратеров, Аризонский, находится в США. Поперечник этого кратера составляет 1200 метров, а глубина — 170 метров. Самый крупный из метеоритов был найден в Юго-Западной Африке и носит название Гоба. Весит он 600 тонн. С незапамятных времен было известно о падении космических тел на Землю. В гробницах египетских фараонов находят слитки железа, металл неба. А в одной из них было обнаружено оружие, изготовленное из метеоритного железа. Римский историк Аппиан сообщает о фригийском небесном камне. Аппиан, год рождения неизвестен, год смерти, 70-е годы второго века. Историк древнего Рима, грек, автор римской истории, от основания Рима до начала второго века. 24 книги В записях одного из современников Петра I говорится о метеорите размером в половину человеческого роста, упавшем в Сибири. 26 апреля 1803 года у города Летля, Франция, на Землю упало свыше трех тысяч мелких камней, чему предшествовало появление в небе большого метеорного тела. В подавляющем большинстве случаев метеориты при своем падении не приносят вреда. Но бывает и по-другому. В 1880 году в США небольшой метеорит попал в осла. В 1911 году в Египте убил собаку. В январе 1928 года в Японии метеорит весом 0,2 грамма попал в девочку и поранил ей лицо. В 1924 году в США камень весом около четырех килограммов пробил крышу и потолок дома ударился о радиоприемник и, отскочив, ранил хозяйку. В 1892 году в Аргентине при раскопках на глубине шести метров был найден скелет вымершего ящера — мегатерия, убитого метеоритом миллионы лет назад. Метеорит обнаружили рядом. Встречаются и ледяные метеориты, остатки ядер комет. 30 августа 1955 года в штате Висконсин, США, на землю упал кусок льда весом около пяти с половиной килограммов. Исследование воды, образовавшейся после таяния льда, говорило о космическом происхождении метеорита. Падение подобного же метеорита наблюдалось в 1979 году в городе Подольске под Москвой. Известны метеориты, в состав которых входят даже алмазы. Такой метеорит, он получил название Новый Урей, был найден в 1886 году в Заволжье. В 1971 году в Финляндии также был обнаружен камень из космоса, в котором имелись небольшие вкрапления алмазов. И, наконец, о самом интересном. Вблизи города Мерчисона, Австралия, в упавших в 1969 году каменных метеоритах, состоящих в основном из хондры, сферических частиц размером не более горошины, ученые обнаружили 18 аминокислот, из которых, как известно, построены и земные белки. Как мы видим, падение метеоритных камней может происходить в любое время, в самых разных местах земного шара. И примеров, аналогичных приводимым авторами, хоть отбавляй. Метеориты могут попасть в дом, человека, животное. Большие метеориты нередко вызывают взрывы и пожары. И, конечно, чтобы определить происхождение упавшего камня, следует обратиться к ученым. Ведь нетрудно оказаться и участникам чьего-то розыгрыша. Тхурмсалайский метеорит, как его называют и авторы, о нем говорится в главе «Камни с небес», несмотря на их желание считать его феноменальным явлением, все-таки метеорит. На это указывают и косвенные признаки, перечисляемые авторами, неестественная темнота, длившаяся в течение некоторого времени при его падении на Землю, а также световые эффекты в небе. Кроме отдельных метеоритов, на Землю нередко обрушиваются и потоки метеорных частиц. Так ежегодно, с 28 апреля по 5 мая, в земную атмосферу влетают метеорные частицы из созвездия Водолея. Обильные звездные дожди выпадают и из созвездия Льва. Причем скорость падения метеоритов может быть различной. По этой и другим причинам падающие камни могут быть чуть теплыми или просто холодными на ощупь, о чем и сообщают авторы книги. В последнее время к падающим на Землю метеоритам добавились остатки многочисленных искусственных спутников, входящих в атмосферу и не сгорающих в ней. Многие приведенные авторами примеры остаются на их совесть. Так, например, ни в одном научном источнике не зафиксирован факт падения в Швеции метеорита, содержащего морские ракушки. Мы говорим именно о научных источниках, потому что о небесных камнях сложено много фантастических историй, которые связаны с суеверными представлениями о явлениях природы, и, конечно, доверия они не заслуживают. Теперь обратимся к смерчам, наиболее грозным атмосферным явлениям. Со смерчами связано столько курьезных случаев, что не только скептики, но порой даже профессионалы-метеорологи не доверяют первым полученным сообщениям о событиях, связанных с ними. Но научная проверка вновь и вновь подтверждает, что таинственные падения с неба живых существ, монет, камней и прочих предметов, если это случилось в грозу или даже в отдаленном от нее на сотни километров месте, объясняются смерчами и сильными шквалами. 21 августа 1985 года вблизи Сочи, внезапно прокатившемся по речушке Хобзе водяным валом, было снесено в море около сорока легковых автомашин. Случилось это в пять часов утра. Было темно. Однако уже в первых сообщениях предполагалось, что причиной внезапно поднявшегося уровня воды в реке явился водяной смерч, выливший всю имевшуюся в нем воду в реку. Накануне в этом районе почти сутки непрерывно шел сильный дождь, но заметного подъема уровня воды в реке не наблюдалось. И вдруг за сорок минут вода в реке поднялась на пять с половиной метров. До сих пор подобное здесь не случалось. Ряд метеорологов не поверили сообщениям с места событий и направились на место происшествия. Выяснилось, что с моря на сушу, в глубину на восемьсот метров вдоль реки Хобзе, вышел смерч. На это указывали, например, лужи соленой воды. Вся содержащаяся в смерче вода, несколько миллионов кубических метров, пролилась в верховье этой речушки, которую в сухую погоду, как говорится, курица перейти может. Образовался водяной вал высотой пять с половиной метров и шириной около ста пятидесяти метров, который понесся к морю, сметая все на своем пути. Напомним читателю, что такое смерч. Смерч – это вихрь с вертикальной осью вращения, опускающийся из кучево-дождевого облака, называемого материнским. Диаметр смерча составляет от десяти до тысячи пятисот метров. Максимальные скорости ветра в нем могут достигать двухсот-трехсот метров в секунду. Огромные скорости вращения развивают в смерче центробежные силы, вызывающие пониженное давление в центре. Вследствие огромной силы ветрового напора и большой разности давления в самом смерче и окружающем пространстве, этот могучий вихрь вызывает катастрофические разрушения. Обычно смерч опускается из облака к поверхности суши или моря и вбирает в себя пыль, песок, камни, траву и воду, и потому он виден издалека. С приближением смерча слышен очень сильный шум, который возникает от ветра и столкновения различных предметов, втягивающихся в разреженную центральную область смерча. По мнению ряда ученых, слышимые в смерче взрывы есть результат усиления скорости ветра до сверхзвуковой. Подобное явление происходит в очень малых объемах воздуха. Длина воронки смерча может быть от десятков метров до нескольких километров. Чаще всего воронка напоминает конус-хобот. Однако встречаются воронки и других форм. Короткие толстые колонны, характерные для очень сильных смерчей, или длинные жгуты, местами вытягивающиеся горизонтально. На протяжении короткой жизни вихря размеры формы воронки могут существенно меняться. Продолжительность существования смерча небольшая. От нескольких минут до нескольких часов. Длина пути в среднем 15-60 километров, но иногда и до 500 километров. Скорость движения от 10-20 до 60-70 километров в час и более. Структура очень сильного смерча, достигающего земной поверхности, весьма сложная. В центральной его части имеется ядро шириной 100-150 метров и меньше, в котором наблюдается нисходящий поток воздуха со скоростью до 60-80 метров в секунду. Вокруг ядра отмечается восходящий поток воздуха скоростью до 70-90 метров в секунду. Наиболее часто смерчи наблюдаются на территории США, реже бывают в Австралии, Новой Зеландии, Японии, Индии, Аргентине, Южной Африке и Европе. На земном шаре в течение года возникает около 1000-1500 смерчей, из них половина приходится на США. Причина, по которой смерч в США является частым гостем, состоит в том, что здесь существуют очень благоприятные, атмосферные и орографические, зависимые от рельефа земной поверхности, условия для их образования. Сюда из Канады часто вторгается арктический воздух, особенно в марте и апреле, который, не встречая гор, достигает центральной части великих равнин США, где взаимодействуют с теплым и влажным тропическим воздухом Мексиканского залива. В зоне встречи этих двух воздушных масс атмосфера крайне неустойчива, и здесь возникают смерчи. По интенсивности и степени разрушений смерчи делятся на семь категорий. Первая. Скорость ветра 18-32 метра в секунду, слабые разрушения, повреждаются печные трубы, заборы, деревья. Вторая. Скорость ветра 33-49 метров в секунду, умеренные разрушения, срываются покрытия с крыш, движущиеся автомобили сбрасываются с дороги. Третья. Скорость ветра 50-69 метров в секунду, значительные разрушения, срываются крыши с домов, переворачиваются грузовики, вырываются с корнем деревья. Четвертая. Скорость ветра 70-92 метра в секунду, сильные разрушения, крыши и часть стен разрушаются, переворачиваются вагоны, в лесу с корнем вырывается большая часть деревьев, поднимаются над землей и перемещаются тяжелые автомобили. Пятое. Скорость ветра 93-116 метров в секунду, опустошительные разрушения, разрушаются тяжелые здания, строение со слабым основанием, переносятся на расстояние, автомашины разбрасываются в стороны, крупные предметы носятся в воздухе. Шестая. Скорость ветра 117-142 метров в секунду, сверхопустошительные разрушения, поднимаются тяжелые здания, переносятся и разрушаются автомобили, огромные предметы перемещаются по воздуху на большие расстояния с большой скоростью, деревья разламываются на часть. Седьмая. Скорость ветра от 142 метров в секунду до, предположительно, скорости звука. Для катастрофических смерчей скорость ветра более 93 метров в секунду, которые чаще всего представляют собой колонну, опущенную из материнского облака, характерна многовихревая структура. В них на периферии основного смерча по кольцу быстро вращаются вокруг своей оси и одновременно вокруг оси основного смерча вторичные вихри. Именно вторичные вихри вызывают наиболее сильные ветры и сложные циклоидальные следы разрушений диаметром иногда всего несколько метров. Смерч явление локальное. Вместе с тем известно, что их возникновение более вероятно при наличии области низкого давления или зоны раздела между теплой и холодной воздушными массами, холодном и сухом воздухе на высотах 3-6 километров, теплом и влажном воздухе в слое от поверхности земли до высоты тысячи метров. При таких условиях атмосфера крайне неустойчива, что ведет к быстрому образованию мощных кучево-дождевых облаков. Чтобы понять, почему предметы падают на землю далеко от места прохождения смерчей и иногда при ясном небе, к указанным выше признакам, при которых возникают смерчи, добавим следующее. Смерч, как правило, образуется под зоной очень сильных ветров, на высотах 8-12 километров, под так называемым струйным течением, которые чаще всего имеют направление с юго-запада на северо-восток и скорость 60-70 метров в секунду, 180-250 километров в час. Нетрудно подсчитать, что если какое-либо предмет или живое существо поднято смерчем на высоту 8-10 километров и вертикальные потоки воздуха таковы, что не дают им упасть, то через час-полтора этот предмет может переместиться на 200-300 километров к северо-востоку от места прохождения смерчи. Восходящий поток в смерче, достигающий скорости 60-80 метров в секунду, а возможно и больше, способен поднять не только человека, но и при поднятии отбросить в сторону даже железнодорожные вагоны весом в несколько десятков тонн. Летают подхваченные смерчем люди, животные, неодушевленные предметы. В научной литературе описано гораздо больше случаев, чем приводят авторы данной книги, правда, без привлечения на помощь телепортации Верхнего Саргасового моря, в небесах и прочих мистических обоснований. В истории России также имели место необычные, но вполне объяснимые случаи, связанные со смерчами. 29 июля 1904 года на Москву с юго-востока надвинулась большая черная туча, из которой свисал огромный хобот. Одна из пожарных команд приняла его за дым и примчалась тушить пожар. Смерч раскидал людей и лошадей, разбил пожарные повозки. Коровы летали по воздуху. Смерч поднял воздух полицейского, который вознесся в небо, а затем, раздетый и избитый градом, был брошен на землю. Была поднята в воздух железнодорожная будка, которую отбросила в сторону на 40 метров. Находившийся в будке обходчик остался жив. Там, где смерч пересек Москву-реку, обнажилось ее дно. Пройдя 40 километров, смерч вызвал большие разрушения, погибло более 100 человек. О том, насколько мощным может быть смерч и какие он может причинить беды, свидетельствуют случаи, имевшие место в центральных областях РСФСР в 1984 году. Подобные силы смерча до сих пор на территории СССР не были зарегистрированы. Во второй половине дня, 9 июня 1984 года, через Московскую, Калининскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую области прошли смерч. Наиболее сильный смерч наблюдался в Иванове. В 15 часов 45 минут вблизи города Иваново появилось очень темное облако с хоботом, который, раскачиваясь из стороны в сторону, опускался к земле. Почти коснувшись земли, хобот стал быстро расширяться и всасывать предметы, причем нижний конец его неоднократно приподнимался и опускался. Было хорошо видно быстрое вращение хобота, слышны сильный свист и гул, подобные тому, какой создает реактивный самолет. Явление напоминало кипящий котел, внутри хобот светился. От хобота отрывались рукава, которые разлетались в стороны или вновь возвращались. Облако, из которого опустился смерч, быстро перемещалось на север и в полосе шириной около 500 метров смерч срывал крыши с домов, ломал и вырывал деревья, столбы и опоры электропередач. Прочные деревянные дома, особенно их кровли, разрушались, переворачивались тяжелые вагоны, приподнимались, многократно перевертывались и сносились в сторону автомашины, автобусы, троллейбусы и другие предметы. Через час смерч оказался примерно в 60 километрах к северо-востоку от Иваново, и на холмистом берегу Волги, вблизи турбазы Лунева, вновь проявился особенно сильно. Падали вывораченные с корнем ели, ломались сосны и березы, рушились щитовые домики. Бак водонапорной башни весом 50 тонн был отброшен на 200 метров в сторону. Как и на окраине Иваново, бетонные и большие кирпичные строения в основном не разрушались, с них срывалась кровля, вылетали или разбивались стекла. В Луневе диаметр выпавшего перед смерчем града достигал 3 сантиметров. В это же время смерчи были отмечены и в двух местах Ярославской области. Один из них сопровождался градом диаметром 3,15 сантиметров, вес отдельных градин достигал одного килограмма. В тот же день, после 13 часов, еще один смерч прошел через аэропорт Шереметьево вблизи Москвы. Он разрушил ангар и проложил в лесу полосу поваленных деревьев. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поднятыми в воздух, а затем брошенными на землю, могут оказаться лягушки, змеи, рыбы и прочие живые существа, оказавшиеся на пути смерчи. При этом возможно падение на землю особей примерно одного веса и размера, так как в смерче происходит как бы весовой отбор. Явление это, кстати, используется во многих машинах, сортирующих с помощью потока воздуха различные частицы, например, зерно по степени крупности. Упоминаемые в главе «Дожди из живых существ и органической материи», переносимые ветром лемминги, могли быть захвачены смерчем во время массовой миграции, что довольно распространено в животном мире и неоднократно описано в научной литературе. Также известны зоологам так называемые «змеиные свадьбы», собирающие множество животных в одно место. А поскольку смерч не выбирает место действия, то в силу случайности он мог пройти и в этом месте. Заселение новых озер рыбы обычно происходит с помощью прилетавших на них обычных уток, гусей, к лапам которых прилипают икринки рыб. Случай массовой гибели птиц и последующего их падения может быть связан с одним из пока еще не до конца понятых явлений — возникновением инфразвуковых волн во время сильных штормов. Воздействием таких волн, согласно гипотезе ученых, порой объясняется гибель экипажей кораблей. Достаточно мощная инфразвуковая волна способна уничтожить живые организмы, о чем и свидетельствуют факты, приведенные в главе дожди из живых существ и органической материи. То, что воображение авторов книги отказывается представить себе ураган, который захватывает только семена, не трогая ни ветк, ни листьев, переносит их, сохраняя в виде компактной массы в воздухе, может вызвать только сожаление. В 1954 году ураган Газель три дня носил по воздуху коллекцию кокосовых орехов, тяжелых морских раковин и кубок из черного дерева с надписью «Сделано на Гаидь». Ураган выплюнул свою добычу за полторы тысячи километров от острова. Другой ураган перенес сотни живых стрекоз с Борнео на Кокосовые острова. Можно ли это назвать телепортацией? Однажды при чудами сильного вихря далеко в море на песчаную отмель был перенесен целиком дом, а на месте дома оказалась гора двустворчатых раковинных моллюсков с этой самой отмели. Но смерч способен и на поистине ювелирные проделки. Так в городе Ростове Ярославской области он проник внутрь дома, где сорвал и унес наволочку с пуховой подушки. А в другом доме этот же смерч перенес со стола будильник через три комнаты прямо на чердак. Причем будильник исправно показывал время после этого еще в течение 16 лет. И этот перечень, в дополнение к приведенным в книге историем, можно продолжать довольно долго. Только для объяснения этих фактов нет нужды привлекать потусторонние силы. Достаточно действия и вполне реальных сил земного происхождения. Случается, что капли дождя бывают окрашены в красный цвет. Подобное наблюдается, когда смерч затягивает в себя застоявшуюся в прудах и болотах воду буроватого и красного цвета. Такой цвет воде придают мельчайшие микроорганизмы. Кровавый дождь возможен, когда ветер поднимает высоко вверх красноватую пыль, которая, попадая в облако, вместе с дождем падает на землю. В ночь на 24 марта 1962 года снег розово-желтого цвета выпал в Пензенской области. Причина тому — пыль, принесенная ветрами из африканских пустынь, на расстоянии почти трех тысяч километров. Дожди бывают не только кровавыми, но и голубыми. Подобное наблюдалось в Давенпорте, США. Такой цвет придала дождю пыльца с цветков американского тополя и вяза. В этой пыльце содержится пигмент, растворимое в воде, красящее вещество. Сильный ветер поднял высоко в воздух массу пыльцы, а когда пошел дождь, она окрасила его в голубоватый цвет. В 1933 году на Дальний Восток СССР сильный ливень принес с собой множество медуз. Удивительный случай произошел в Горьковской области в 1940 году. В один из жарких летних дней во время сильной грозы с неба посыпались серебряные монеты времен Ивана Грозного. Похоже, что этот феноменальный случай упоминают авторы в главе «Падение рукотворных предметов». Выяснилось, что прошедшие накануне ливни размыли грунт, и на поверхности оказался зарытый в землю сосуд с монетами. Смерч, проходя над этим местом, поднял их в воздух, и через несколько километров монеты упали на землю. 2 мая 1985 года в газете «Труд» была опубликована заметка о том, что жители уругвайского города Мерседес были приятно удивлены, когда на рассвете с неба пошел дождь из бумажных денег. Местная полиция подтвердила, что устлавшие центральную улицу города тысячи песо были самыми настоящими. Она же установила, что деньги принадлежали одному из горожан, который, не доверяя банкам, хранил сбережения на чердаке своего дома. Злую шутку сыграл с этим жителем обрушившийся на город ураганный ветер, который сорвал крышу с его дома. Не такую ли шутку играет порой ветер и с другими владельцами денег, падающих с неба? А поскольку ими могут быть и грабители, то, возможно, поэтому не всегда удается установить пострадавших. Мы рассмотрели лишь небольшое число примеров смерчей. Однако даже такой короткий перечень дает возможность увидеть их повадки и многое из того необычного, что вторгается с небес в нашу жизнь. Интересующихся этим вопросом более подробно мы отсылаем к книге академика Наливкина «Бури, смерчи, ураганы». В главе «Таинственные потоки и выделения» приводится ряд сведений о так называемых «точечных дождях» и о потоках воды, проливающихся над небольшим участком земли при абсолютно ясном небе. Естественно, что дождь и тем более потоки воды с ясного неба выпадать не могут, если, конечно, дождь не является делом рук человеческих, то есть просто фокусом. Но, с другой стороны, не исключены такие случаи, когда вследствие особенностей орографии местности, обычно в предгорьях, дождь может идти как бы при ясном небе и быть привязан к одному месту. Подобное возможно, когда в нижнем приземном слое толщиной 50-100 метров ветер гонит влажный, например, морской воздух, на предгорье, где этот воздух, поднимаясь вверх, конденсируется и образует облака, из которых идет дождь. Если в то время выше приземного слоя ветер имеет противоположное направление, то перенос капель дождя происходит в прибрежную полосу, над которой непосредственно облака отсутствуют. Такое наблюдается на Черноморском побережье Кавказа, например, в районе Сочи-Гагра. Совершенно нелепы сведения, приведенные в этой главе о потоках воды или другой жидкости, якобы изливающихся из стены потолков помещений, у которых сантехническое оборудование в полном порядке. При этом утверждается, что при тщательном осмотре стены потолков они оказываются сухими. Следует отметить, что все эти сообщения, взятые из периодических изданий, а ни для кого не секрет, что сенсацией, пусть даже абсурдной, но привлекающей внимание читателя, живет пресса Запада, даже самые солидные газеты и журналы. В погоне за сенсацией бойкие газетчики открывают простор для самых невероятных вымыслов, которые очень далеки от истины. И, конечно же, буржуазная пресса падка на разного рода мистические объяснения таинственных явлений. Однако эти явления перестают быть таинственными, когда подвергаются научному исследованию. Такие исследования еще и еще раз подтверждают тот факт, что все может быть объяснимо естественными причинами, что ничего сверхъестественного в природе не происходит. Разумеется, если это не сказки, которые распространяют люди, ищущие мистическое в жизни. А подобных сказок немало среди тех примеров, которые приводят авторы книги. Они не производили отбора таинственных случаев, отбрасывая откровенные небылицы. Это и привело к тому, что среди загадочных явлений природы оказались и рассчитанные на сенсацию домыслы, не имеющие под собой реальной основы. Плачащее и кровоточащее изображение В старых книгах то и дело встречаешь упоминания об идолах или иконах, которые плачут, потеют или кровоточат. Подобные явления обычно истолковывались как знамения. Сообщается, например, что как раз накануне завоевательного похода Александра Македонского кипарисовая статуя Орфея в Лебетре в течение трех дней изрядно потела. Однако прорицатель Арестандер, ничтоже сумняшися, объявил, что это счастливое предзнаменование, которое означает, сколь изрядно придется попотеть будущим историкам и пиитам, чтобы восславить подвиги великого полководца. Подобным же образом накануне разграбления Рима в 1527 году статуя Христа так сильно увлажнялась слезами, что монахи в монастыре, где она находилась, должны были вытирать ее лицо, сменяя друг друга. Также безудержно плакала и мраморная статуя Святой Лючи во время осады Сиракус в Сицилии в 1719 году. Ливий пишет, что статуя Аполлона однажды проплакала трое суток. Овидий говорит о дубе обители лесной нимфы Дриады в Эресихтоне, который покрылся алой, похожей на кровь, жидкостью, когда его срубили святотатцы. Все эти старинные рассказы о плачущих и кровоточащих святынях могут казаться слишком фантастичными, чтобы принимать их всерьез. Тем не менее, подобные истории попадают на страницы печати и в наши дни. Приступая к написанию этой главы, мы получили сообщение о плачущей статуе Христа в Эдистоуне, штат Пенсильвания. За несколько недель до этого происшествия лондонская Санди Пипл от 11 января 1976 года сообщала о деревянной статуе Христа, созданной 300 лет назад в бразильской деревушке Порту да Скайшас и о целительном действии на людей крови, текущей из нарисованных ран. Авторитетная проверка показала, что это действительно кровь, однако кому она принадлежит неизвестно. Для нас более интересно то, что несмотря на тщательные наблюдения и проверки, ведущиеся с 1968 года, когда впервые были обнаружены следы кровотечения, их источник так и не был найден. В 1972 году одно распятие из известняка также стало кровоточить и привлекло такое большое количество паломников, что церковные власти вынуждены были заявить, что распятие официально не признано чудом. Это небольшое распятие собственность семьи Питцы в Сиракузах, Сицилия. Капли крови появлялись там, где по преданию римский воин нанес распятому Христу удар копьем. По заявлению Роданте, президента католической ассоциации острова, сделанному в декабрьском номере журнала Фейт за 1972 год, выделявшаяся на распятие кровь, тут же свертывалась, в отличие от крови, взятой у членов семьи Питцы. Сравнительные анализы проводились для того, чтобы исключить возможность обмана со стороны кого-либо из домашних. Хотя слезы и кровь статуи и икон явления сами по себе необычные, иногда им сопутствуют события не менее странные. Так, 21 августа 1920 года все статуи и картины религиозного содержания, принадлежавшие Джеймсу Уолшу, набужному юноше 16 лет, начали кровоточить. В то время он проживал в доме Томаса Дуона в Темпл-море графства Типперери Ирландия. Статуи, находившиеся в доме сестры Томаса госпожи Майер также начали кровоточить после того, как в ее доме побывал Уолш. Во время наблюдавшихся кровотечений статуи и картин в доме Дуона самопроизвольно двигались мебель и другие предметы в лучших традициях проделок нечистой силы. В последующие месяцы тысячи людей видели эти чудеса. Сначала Дуон и Майер пускали к себе в дом небольшие группы посетителей, но затем число желавших приобщиться к чуду достигло таких размеров, что брат и сестра начали выставлять статуи у себя в окнах, для того, чтобы колонны паломников, пребывавших днем и ночью, могли их лицезреть. Это было странное зрелище для охваченной беспорядками Ирландии тех дней. Имеется множество заверенных под присягой показаний очевидцев темпл морского чуда. Газета Типперерристар редко выходила без очередного сообщения о нем. В этом деле есть еще одно интересное для нас явление. В земляном полу комнаты, где жил подросток, было углубление в форме чаши, которая постоянно наполнялась водой. Тысячи паломников брали эту воду с собой, но, как бы часто углубление не опорожнялось, вода в нем не иссякала. Не было найдено никаких следов родника под домом. Кстати, вода никогда не переливалась через край. Но, тем не менее, вода все время появлялась так же таинственно, как и кровь на статуях. Это обращает наши мысли к святым колодцам и каменным паильцам, так же почитавшимся как святыни. Они всегда были заполнены свежей водой, обладавшей, как считалось, целебными свойствами. Иллинойская газета Вустер Телеграм 10 мая 1970 года сообщала, что в церкви святого Адриана в Чикаго из шеи, кистей рук и стоп тела святой Максимины сочится водянистая кровь. Кости этой святой, которым более 1700 лет, вмонтированы в восковое тело, в создающее образ прекрасной женщины. Кости рук и ног демонстрируются отдельно. И тело, и кости помещены в стеклянный гроб. Все это похоже на так называемые кровавые чудеса, ассоциируемые со сказаниями о святых, чья кровь долгое время спустя после их смерти оказывалась не только свежей, но и способной все еще течь в жилах, а тела оставались неразложившимися. В своей книге «Физические проявления мистицизма» Герберт Сёрнстон уделяет несколько глав этим аспектом жизни святых, примером которых мог бы служить в частности святой Николай Толентинский. В 1345 году, через 40 лет после смерти этого святого, один монах отрезал у трупа обе руки, чтобы отвезти их в Германию, и убедился, что он до сих пор не разложился. Подобное кощунство вызвало целый поток крови. Руки святого были возвращены и заключены в Толентинский реликварий. Говорят, что они кровоточат каждый раз, когда возникает угроза какого-либо несчастья. у Сёрстена однако были некоторые сомнения относительно этого предания, хотя он и считал доказанными случаи периодического появления в 17-18 столетиях на руках святого таинственной красной жидкости, определявшейся как кровь. В 1699 году кровотечения продолжались с завидным постоянством целых четыре месяца. Достоверность чуда признавал и такой строгий критик и знаток по части таинств, как Папа Бенедикт XIV. По контрасту с этим признанием церковь весьма неодобрительно относилась к использованию кровотечения святого Януария в Неаполе как символа удачи для города и его жителей. Ежегодно фиалы сосуды с высушенными частицами его крови, хранящиеся в базилике Санта-Кьяра во время службы в первую субботу мая, а также 19 сентября наполняются жидкостью, напоминающей пенящуюся кровь. Иногда чудо не срабатывает и тогда склонные к фатализму неаполитанцы начинают ожидать какую-нибудь беду. В 1976 году к примеру, два самых сильных землетрясения, когда-либо происходивших в Северной Италии, пришлись на время, отделенные всего несколькими днями от празднества Святого Януария. Одно из них случилось в мае, на шестой день после того, как не состоялось очередное чудо, другое в сентябре, за неделю до того, как чудо Святого Януария успешно завершилось, так что желающие могут выбрать то или иное в качестве подходящего предзнаменования. Самое первое из известных кровотечений имело место еще в 1329 году. С тех пор делались неоднократные попытки объяснить это необычайное явление. Так сэр Дэвид Брюстер в естественной магии выдвигает такую версию. В фиале находятся компоненты, которые тают при самой низкой температуре, и стоит, дескать, человеческой руке прикоснуться к сосуду, где они находятся. Как под влиянием ее тепла, они мгновенно разжижаются и начинают пениться. Впрочем, другие заявляют, что появление жидкой крови не подделка, а истинный факт. Большинство как сторонников, так и противников разного рода чудес склонны, как правило, рассматривать те или иные случаи изолированно друг от друга. Форд и Сёрстон со своей стороны убеждены, что загадка может быть разгадана лишь в том случае, если явление подобного рода рассматривать в их повторяемости и взаимосвязи. Форд, конечно же, имел в виду случае телепортации жидкостей, и мы со своей стороны могли бы расширить его определение, включив туда документально подтвержденные непрекращающиеся влажные пятна крови, которые можно наблюдать в так называемых домах с привидениями. Ещё одно проявление схожего феномена — плачущие статуи или картины. Совсем свежий пример. Гипсовая Мадонна, принадлежащая госпоже Терезе Тейлор из Окера Нью-Касл-Он-Тайн. Как писали в наши дни газеты, 10 октября 1955 года госпожа Тейлор молилась перед статуей Девы Марии и вдруг заметила, что левый глаз Мадонны приоткрылся и в нем показалась влага. Позднее соседи, как говорили, видели уже поток слез. Последний случай такого рода на британской почве, зарегистрированной в нашем досье, это плачущие распятие размером в 16 дюймов, принадлежащее Алфреду Болтону из Олтомстоу, Лондон. Оно проливало слезы по крайней мере 30 раз с мая по июль 1966 года. Как свидетельствует специалист по судебной медицине, слова которого приводит газета News of World от 24 июля 1966 года, он был абсолютно сбит с толку после тщательного исследования статуи. В марте 1960 года госпожа Пагора Кацанес молилась перед изображением Девы Марии в своей квартире в Аленд-Парке в Нью-Йорке и ей показалось, что глаза Мадонны открылись и оттуда потекли слезы. То же самое показалось и ее мужу, после чего он вызвал священника из соседней греческой православной церкви святого Павла в Хемпстеде. Прибывший на место происшествия священнослужитель также обнаружил слезы под стеклом, прикрывавшим картину. Они стекали в нижнюю часть рамки и там таинственным образом исчезали. Описывая эту историю в журнале «Грит» в номере от 26 июля 1970 года, автор статьи приводит и другие случаи плачущих картин. Так, в 1953 году в Италии несколько икон с изображением Мадонны плакали кровавыми слезами. В Сиракузах поток слез продолжался восемь дней, а в Метцо-Ломбардо кровь появилась на газетной фотографии Девы Марии. Комментарии кандидата исторических наук Серова Мышление древних его называют и мифологическим, и архаичным, и аллогическим, устанавливало связь между всеми существующими предметами и людьми через сочувствие, симпатию, что по-гречески и значит сочувствие, душ или вселившихся в вещи духов. Поэтому для человека античности или для австралийского туземца взаимозависимость явлений, на наш взгляд, никак не связанных, представлялась вполне закономерной. Особенно это относится к предсказаниям, предостережениям, которые посылали людям духи или боги. Человек довольно рано научился заглядывать в будущее. По природным явлениям он мог с достаточной уверенностью предсказать погоду, сроки хозяйственных работ и тому подобное. Но от такой реальной информации неотделим был и информационный шум, в данном случае гадания и суеверные приметы. Полет птиц, карканье вороны, перебежавший дорогу заяц и многое-многое другое предвещало успех или неудачу, смерть или победу. С древних времен дошли до нас гадальные книги, сонники, трепетники, толковники всякого рода. Стремление включить то или иное происшествие в систему, связать его с предыдущим, приводило нередко к тому, что предвестия изобретались задним числом или одновременно с событием. К такого рода пророчествам после случая относится большинство рассказов о плачущих изображениях античных божеств, передававшихся древними писателями и хронистами по слухам. Язычество было довольно практичной религией, вера язычника нуждалась в постоянном материальном подтверждении. Христианством дозволялись и принимались не любые чудеса, но лишь такие, которые имели с точки зрения церковников несомненно божественную причину. Массы, сохранившие и привнесшие в христианство множество языческих верований, нуждались по мнению многих практичных священнослужителей в чуде, и мнение это не раз оправдывалось. Протестантизм, появившийся в XVI веке, изгнал из реформированной церкви множество суеверий, объявив их пописскими бреднями. Лютеранское, кальвинистское и прочие протестантские вероучения не признают чудесного появления слез, крови, пота и тому подобного, и прихожане не видят таких чудес. Католическая церковь в том же XVI веке на Триденском соборе в борьбе с реформаторами признала суеверными и невозможными многие прежние чудеса. Но вера в плачущие или кровоточащие образы сохранилась у католиков вплоть до наших дней. Слухи о подобных случаях распространяются, как правило, во времена смутные. Так было во время испанской интервенции в Италию и грабежа Рима, упоминаемого в этой главе. Так было и в 1920 году в Ирландии во время гражданской войны. О православных плачущих иконах мы, по крайней мере, имеем больше документированных сведений. Любое исследование таких икон от Петра I, лично вскрывшего чудотворную икону, до кампаний по вскрытию мощей и проверке чудес, проведенных в первые годы советской власти, показывало, что чудеса фабриковались церковниками. Судя по некоторым деталям, современные чудеса также рукотворны. Они совершаются или с корыстными целями, или их авторами являются шутники-мистификаторы. Собственно, в самом изложении тех случаев, от оценки которых авторы книги осторожно воздерживаются, видна их неуверенность. Они не рассматривают кровотечение и плача как предвещение исторических событий. Потение статуи Орфея, плач статуи Христа, святой Лючии или Аполлона признают слишком фантастичными, но в противовес им выдвигают другие случаи плачущих и кровоточащих изображений, вся достоверность которых состоит только в том, что они произошли в XX веке. Но чем сообщение современных любителей сенсаций достовернее свидетельств древних авторов, так и остается неясным. Можно поверить, что молящиеся в порту до Скайшас получали исцеление, но это результат самовнушения, а не чуда. Об этом есть немало исследований ученых и написан ряд научно-популярных книг. Недоверие вызывает и туманность описаний многих явлений, в частности крови, появляющиеся на изображениях. Невразумительное описание кровотечения Святого Януария один из самых показательных примеров. Кровь эта жидкость алого цвета хранится в запаянных ампулах и при демонстрации ее оттепла ли рук священника, отжара или свечей, над которыми держит сосуд, действительно начинает пениться. Но современному несуеверному человеку, видевшему и не такие номера профессиональных фокусников, вряд ли это покажется чудом. Поскольку эту жидкость для химического анализа владельца не дают, можно предположить, что здесь, как и в других случаях, мы сталкиваемся с фальсификацией. Нет ничего удивительного в том, что сами церковники после подобных разоблачений вынуждены были признаваться, что чудеса оказывались рукотворными. Вся разница лишь в том, кто их творил. Священники и монахи, стремившиеся возбудить религиозный фанатизм и извлечь из этого для себя материальную выгоду, или мистически настроенные люди, жаждущие чудо. Но это малосущественно для непредвзято мыслящего человека, для которого любые чудеса плод самообмана, мистификации или шарлатанства. Люди светляки В данной главе мы разберем явления, связанные со свечением объектов, от которых этого менее всего можно ожидать, например, человеческого тела. Сведения о том, что люди вдруг начинают светиться, почерпнуты нами из медицины, религиозных преданий и фольклора. В мае 1934 года произошло сенсационное событие, которое получило название «Светящаяся женщина из Перано». Сообщения об этом перекочевали со страниц медицинских изданий в газеты всего мира. Сеньора Анна Монаро страдала астмой, и в течение нескольких недель во время сна от ее груди исходил голубой свет. Многие врачи наблюдали это явление, которое каждый раз с перерывами продолжалось в течение нескольких секунд. Один психиатр предположил, что явление вызвано электрическими и магнетическими организмами, которые получили достаточно сильное развитие в теле этой женщины и посему испускают сияние. Другими словами, еще один способ сказать «я не знаю». Другой врач предложил теорию электромагнитной радиации, связав ее с определенными химическими компонентами, находящимися в коже больной, что было близко к модной тогда теории биолюминесценции. Доктор Протти, который сделал пространное заявление относительно своих наблюдений над сеньорой Монару, предположил, что ее слабое здоровье вместе с голоданием и набожностью увеличили количество сульфидов в крови. Человеческая кровь испускает лучи в ультрафиолетовом диапазоне, а сульфиды можно заставить люминесцировать ультрафиолетовым облучением. Это и объясняет сияние, исходящее из груди сеньоры Монару. Таймс 5 мая 1934 года. Предложенная теория не объясняла странной периодичности или локализации синеватых вспышек, и вскоре сбитые с толку исследователи окончательно умолкли. Харви говорит о светящихся бактериях, которые питаются человеческим потом, но по свидетельству Протти, Анна Монару начинала обильно потеть лишь после того, как ее грудь испускала сияние, и как раз в этот момент сердце у нее начинало биться вдвое быстрее, чем обычно. Во многих учебниках и научных трудах по токсикологии описываются раны, испускающие сияние. Объясняется это, как правило, наличием в ранах люминесцирующих бактерий или выделений, в которых содержатся биохимические вещества люциферин и люцифераза, а также АТФ – аденозинтрифосфат, которые, как правило, не соединяются, а если их соединить, то они начинают испускать свет. Аналогичный процесс происходит при свечении светлячков и огненных мух. Однако, если бы эти теории можно было применить к случаю с сеньорой Монаро, то светиться должно было бы все ее тело. В своей работе «Смерть ее причины» и связанные с ней явления Хэрри Варт Каррингтон рассказывает о ребенке, который умер от острого несварения желудка. Когда соседи готовили ему саван, они заметили, что тело мальчика испускает голубоватое сияние и от него распространяется тепло. Было такое впечатление, что оно находится на огне. Попытки погасить это сияние ни к чему не привели, но через некоторое время оно само по себе прекратилось. Когда передвинули тело, то обнаружили, что простыня под ним обожжена. В медицинской литературе случаи свечения человеческого тела обычно связывают с патологией. Например, Гулт и Пайл в своей монументальной монографии «Аномалии и курьезы в медицине» 1937 год рассказывают о женщине, которая страдала раком молочной железы, исходящей из поврежденного участка груди свет был достаточен для того, чтобы увидеть циферблат часов, находящихся на расстоянии нескольких футов. Единственный случай излучения света практически здоровым человеком, не считая, конечно, святых, описан в журнале «Английский механик» от 24 сентября 1869 года. Одна американка, ложась спать, обнаружила свечение верхней части четвертого пальца ее правой ноги. Когда она терла ногу, свечение увеличивалось, и какая-то неведомая сила раздвигала пальцы на ней. От ноги исходила зловония, и как светоизлучение, так и запах не прекращались даже тогда, когда нога была погружена в таз с водой. Даже мыло не могло погасить или уменьшить свечение. Длилось это явление три четверти часа, и наблюдал его муж этой женщины. Однако никакое свечение больных людей не может соперничать со свечением мистиков. Нимпы или сияние всегда являются признаком духовности, и остается лишь предположить, что этот универсальный символ берет свое начало из не менее универсального явления. Святые, например, как об этом повествуют жития, светятся ослепительно ярко. Наконец, в нашей повседневной жизни мы говорим о людях, сияющих от счастья. Это не всегда лишь фигуральные выражения, и церковь не считает данные слова простой метафорой. Папа Бенедикт XIV писал, например, «Похоже, что следует признать фактом наличие естественного пламени, которое иногда становится видимым вокруг человеческой головы, и также похоже на правду, что иногда от всего тела человека может исходить огонь, однако не как костер, устремляющийся кверху, а скорее в виде искр, летящих во все стороны». В качестве примера процитируем фрагмент из биографии Святой Ледвины, написанный Фомой Кемпийским. Фома Кемпийский, Томас Хаммеркен, около 1380-1471. Немецкий религиозный писатель, монах Августинец. Наиболее известное сочинение «Подражание Христу», около 1418. И хотя она всегда лежала в темноте, и свет материальный был невыносим для глаз ее, свет божественный был ей приятен. Вот почему ее келья часто чудесно озарялась, и всем казалось, что она полна материальных светильников или факелов. И не было странным то, что даже тело ее переполняет Божья яркость. Герберт Сёрстон писал, «Существует так много рассказов о святых, от которых становилось светло в келье, или даже во всей часовне, благодаря свету, который струился от них или падал на них, что я готов понимать описываемое буквально. Вне всякого сомнения существуют сотни подобных примеров, которые мы можем найти в житиях святых, и хотя многие из них покоятся на довольно зыбкой основе, имеется достаточно случаев, которые нельзя просто так отбросить. Трудно отказать в достоверности подобным явлениям, если мы признаем, что люди эти обладают удивительным даром благости». Физические проявления в мистицизме 1952 год. Возможно, самым интересным в повествовании Сёрстона является ссылка на свет, который струился от них или падал на них. Оба эти свечения встречаются в приведенной выдержке из биографии Святой Ледвины. Сёрстон рассказывает о случае, который заслуживает более подробного изложения. К испанскому богослову отцу Франциску Суаресу из иезуитского колледжа в городе Коимбра в Португалии пришел один старик по имени Хэроме да Сильва, чтобы рассказать святому отцу о приезде какого-то вельможи. Первая в анфиладе комната была погружена в темноту. На окнах были опущены шторы и закрыты ставни, чтобы не проникала внутрь невыносимая жара. Биограф Суареса, отец Коррель передает впечатление до Сильвы о том, что произошло. Я позвал святого отца, но ответа не последовало. В щели между косяком двери и занавесом, отделяющим его кабинет от остального помещения, был виден яркий свет. Я отдернул занавес, вошел во внутренние покои и увидел, что ослепительный свет исходит от распятия. Он был настолько сильным, что напоминал отражение солнечных лучей от оконного стекла. И я почувствовал, что если буду продолжать смотреть на этот свет, то ослепну. Свет струился от распятия и падал на лицо и грудь отца Суареса. В этом ярком свете, колено преклоненной, с непокрытой головой, со сплетенными руками, он парил в воздухе примерно на высоте одного метра от пола на уровне стола, на котором стояло распятие. Увидев эту картину, я, пораженный, тихо удалился. Волосы стояли у меня дыбом, и я не знал, что мне делать. Примерно через четверть часа святой отец вышел и с удивлением увидел, что его ждут. Когда святой отец услышал мой рассказ о том, что я входил во внутренние покои, он схватил меня за руку и со слезами на глазах умолял никому ничего не говорить из того, что я увидел, по крайней мере, пока он жив. У них был один и тот же исповедник, который предложил до Сильве написать обо всем, запечатать написанное в конверт и не вскрывать его, пока отец Суарес будет жив. Все трое были известны своей набожностью и вряд ли могли извлечь какую-либо выгоду из обмана. Таким таким же образом парил в воздухе святой Франциск Осисский и сияли святые Филипп Нери, Екатерина де Ричи, Франциск из Паолы, Альфонс Легори и многие другие не менее благие, но невозведенные в ранг святых люди. Когда Моисей спустился с горы Синай, кожа на его лице, как говорит легенда, сияла так ярко, что тот, кто видел это, боялся к нему подойти. Еще некоторое время после этого ему приходилось закрывать лицо в присутствии других людей. Исайя, глава 34, стихи 29-35. Комментарий доктора медицинских наук Лосева Хотя вначале авторы и говорят, что почерпнули сведения, послужившие основой для главы, из медицины, религии и фольклора, фактически никаких конкретных медицинских данных в главе нет. Фольклор также практически отсутствует. К тому же ясно, что его доказательная сила весьма невелика. В конечном итоге остаются несколько сомнительных литературных источников, в том числе столетней давности. Одна газетная статья, а все остальное религиозно-мистическое измышление. В качестве попыток научного объяснения фантастических явлений, описанных в голове, приводятся ссылки на электромагнитную радиацию, необъяснимые вопросительные и восклицательные знаки, электромагнитные явления, светящиеся бактерии, питающиеся человеческим потом, повышение содержания сульфидов в крови, сияющих под влиянием ультрафиолетовой радиации крови и тому подобное. Более научно, на первый взгляд, выглядит версия о присутствии в ране некоторых секретов, то есть выделений, содержащих люциферин и люциферазу, а также АТФ, которые при их соединении испускают свет. Все это нагромождение слов, называемое научными теориями, ни в какой мере не может служить действительным объяснением или хотя бы маломальски обоснованной версии природы описанных случаев свечения, не говоря уже об одновременном парении в воздухе. В современной науке известно явление люминесценции или холодного свечения, при котором испускание света обусловлено иными процессами, чем при тепловом температурном излучении. В зависимости от фактора вызывающего свечения выделяют различные виды люминесценции, в том числе биохемилюминесценцию, представляющую собой испускание светового излучения живыми организмами, а также их отдельными органами и тканями, благодаря протекающим в них биохимическим реакциям. Являясь частным случаем люминесценции, биохемилюминесценция в свою очередь подразделяется на биолюминесценцию и сверхслабое свечение. Биолюминесценция, видимое глазом свечение, свойственное некоторым живым существам, например, жукам-светлякам, микробам, содержащимся в гнилушках, многим морским организмам и т.п. Для биолюминесценции характерно наличие специализированных систем, производящих непосредственное превращение химической энергии в свет. Интенсивность свечения при этом невелика, порядка сотых долей канделы, единица силы света. Наибольшая интенсивность свечения зарегистрирована у жуков-светляков. Продолжительность свечения различных организмов варьируется от многих часов до коротких вспышек, измеряемых долями секунды. По спектральному составу биолюминесценция характеризуется максимумом в синий, голубой или редко красной областях видимой части спектра. Встречается также белое свечение. У многих биологических видов биолюминесценция возникает в результате процессов окисления особых веществ, называемых люциферинами, при участии ферментов люцифераз. Для свечения при этом необходимы и другие компоненты, кислород, аденозитринифосфат, ионы металлов переменной валентности, состав люциферин люциферазной системы у различных видов организмов не одинаков. Свечение некоторых из них, например, определенных разновидностей медуз, может быть не связано с реакцией люциферин люцифераза. У высших животных и человека способность к биолюминесценции отсутствует. Сверхслабое свечение второй вид биохемилюминесценции свойственно по-видимому всем живым организмам, растениям и животным. Оно отличается чрезвычайно малой интенсивностью 10-100 квантов в секунду на 1 квадратный сантиметр. Максимум этого вида свечения также находится в видимой части спектра, однако в связи с ничтожной силой света оно может быть обнаружено лишь при помощи специальных электронных приборов фотоумножителей. Явление сверхслабого свечения было открыто лишь в нашем веке и стало интенсивно изучаться только в последние 20-25 лет. Сверхслабое свечение сопровождает ряд биохимических процессов, главным образом окислительных, причем его способны испускать не только цельные ткани, но и отдельные клетки и их части. Большое значение при этом принадлежит так называемому свободно-радикальному самоокислению соединений липидной жироподобной природы, входящих в состав всех живых клеток. Механизм возникновения сверхслабого свечения основан на взаимодействии свободных радикалов друг с другом рекомбинации, при котором освобождается энергия, достаточная для возбуждения свечения в видимой части спектра. Однако лишь незначительная часть энергии идет на образование света, и вероятность этого процесса очень невелика, порядка одного кванта на многие миллиарды актов рекомбинации. Этим и объясняется чрезвычайно низкая интенсивность свечения и принципиальная невозможность его усиления до величин видимых глазом. Исследование явлений биохеми-люминесценции в настоящее время приобрело большое значение. Практическое использование видимого глазом свечения биолюминесценции крайне ограничено. Напротив, сверхслабое свечение очень широко используется в различных отраслях науки и практики. С помощью сверхслабого свечения можно получить сведения о тонких и весьма важных жизненных процессах, протекающих в организме как при нормальных, так и при многих патологических процессах. На существенном изменении этого свечения при целом ряде заболеваний человека и животных основаны методы диагностики, наблюдения за ходом развития болезни и оценки эффективности лечения. Разработаны также методы быстрого определения устойчивости растений к различным неблагоприятным воздействиям, пригодности консервированной ткани для пересадки и другие. Очевидно, что известные в настоящее время науки явления свечения живых организмов ни в какой мере не подходят для объяснения случаев, приведенных в голове люди-светляки. Их можно отнести либо к заведомым выдумкам, либо к категории ложных восприятий, галлюцинации и обманов зрения у людей с психическими и нервными расстройствами или у практически здоровых лиц, временно находящихся в эффективном состоянии. Подобные описанным случаем явления ложного восприятия в виде иллюзий и галлюцинаций довольно легко воспроизводятся в состоянии гипноза. Таинственные огни Огни на небе под толщей морской воды и глубоко под землей в пещерах. Таинственные огни, которые вспыхивают на поверхности болот, над могилами или освещают путь к кладбищу. Огни, которые входят в дома через печные трубы. Яркие огни, которые угрожают. Огни, которые абсолютно безвредны. Огни газообразные и живые. Огни, которые случайно загораются или их зажигают специально. С таинственными огнями связывают и НЛО, и шаровые молнии, и духи умерших, и феи, и болотные огни, и свечки мертвецов, и светящихся змей. Думается, что все эти названия попытки объяснить то, что люди объяснить не могут. Шаровая молния, на наш взгляд, удачное название для огненного шара, который плывет по воздуху, но ведь далеко не все единодушны относительно того, что же представляет собой это явление. Еще в 1943 году некий Хемфрис в своей работе «Причуды погоды» высказывал традиционную точку зрения, что шаровая молния это не более чем оптическая иллюзия. А вот два других мнения. Шаровая молния не опасна для людей, даже когда она возникает в середине группы людей. Создается впечатление, что она избегает их так же, как и контактов с хорошими проводниками. Профессор Гудлетт в журнале Института инженеров и электриков июль 1937 К шаровой молнии прикасаться очень опасно. Любопытный малыш как-то ударил шаровую молнию ногой, и происшедший взрыв принес гибель одиннадцати животным, пасущимся неподалеку, а ребенка и его спутника швырнул на землю. Франк Лейн Стихия буйствует 1945 год Лейн приводит следующий случай с шаровой молнией. Молодая девушка сидела за столом и вдруг заметила большой огненный шар, который медленно двигался по полу комнаты в ее направлении. Когда шар приблизился к ней, он поднялся и начал двигаться по спирали вокруг нее. Затем устремился к печи и поднялся по трубе вверх. Оказавшись вне трубы, он взорвался над крышей с таким грохотом, что потряс до основания весь дом. Среди суеверных людей появление движущихся огней считается предвестником смерти. Существует немало историй, которые якобы подтверждают подобные представления. Несколько таких историй собраны бывшим консулом США Вуэльси Виртом Сайксом, автором книги «Английские привидения». В одном случае три бледных огня, называемых Вуэльси «свечками мертвецов», были замечены пассажирами дилежанца на пути из Ландило в местечко Кармартон, когда они переезжали через речку недалеко от Гольден Гроув. Через несколько дней на том самом месте перевернулась лодка, и три человека, бывшие в ней, утонули. Говорят, что количество огней предсказывает количество предстоящих смертей. В сборнике Джона Обри «Мозаика» приводится рассказ женщины, увидевшей в доме, где она работала, пять огней в комнате, в которой было пять девушек. Комнату только что оштукатурили, и в ней горел камин, чтобы высушить ее побыстрее. Во сне девушки отравились угарным газом. Появление свечек мертвецов на дороге, ведущей к кладбищу, означает, если верить преданию, что вскоре здесь пройдет похоронная процессия. Барон фон Райхенбах, занимавшийся исследованиями природы магнетического света, который кое-кто склонен рассматривать как нимб или сияние, испускаемое энергополями, особо интересовался призраками и духами, живущими, как считают, на кладбищах. Одна из его коллег, Леопольдина Рэйчел, имела дар видеть подобные явления. Она видела их в виде двигающихся огоньков, напоминающих танцующих людей, иногда похожих на маленьких карликов или гномов. Рэйчел ходила среди них и собирала их в свою юбку. Райхенбах, считавший, будто он постиг сущность того, что он называл одической энергией, применил эту теорию к описанным эпизодам и пришел к сногсшибательному, с его точки зрения, объяснению природы огней на кладбище. Это не что иное, как углеродистые соединения аммиака, фосфорный водород и другие продукты гниения и распада, известные или неизвестные, которые испускают одический свет в процессе испарения. Когда процесс гниения заканчивается, огни гаснут, и это означает, что мертвецы искупили свои грехи. Письма об оде и магнетизме 1926 год Барин Гулт в книге фольклора, пытаясь объяснить кладбищенские огни, также говорит о фосфорическом водороде. Однажды пальто его брата, лежавшее на могиле, пропиталось этим веществом, и когда он надел его, то потерял сознание. Барин Гулт приводит несколько примеров, когда такие огни предвещали смерть, причем их видели или по дороге на кладбище, или в доме того человека, который должен был умереть. И хотя он готов принять реальность неподвижных огоньков на могилах, он тем не менее считает, что блуждающих огней не бывает. То, что эти огни, пишет Гулт, блуждают по дороге в поисках дома, где кто-то должен умереть, это, конечно, несостоятельное преувеличение. Если блуждающие огни внутри здания называют шаровой молнией, то такие же огни вне помещения получили название блуждающих болотных огней. Их объясняют по-разному, в том числе горением метана или болотного газа, называют феями или духами, но согласно британской энциклопедии издания 1970 года, это явление ни разу не получило сколько-нибудь удовлетворительного объяснения. Весьма знаменательно, однако, что как только феи ушли со своих насиженных мест, с ними вместе исчезли и болотные огни. В 1855 году корреспондент журнала Notes and Queries за меткие вопросы задал вопрос, действительно ли существуют подобные явления, и получил несколько ответов с подробным описанием этого феномена. Некий Дермот Макманус в работе «Срединное королевство» рассказывает о том, как он лично наблюдал огоньки, которые отличаются в значительной степени от болотных огней, так как обладают многокрасочностью и горят так же ярко и стабильно, как электрические лампочки. Однажды видели целую процессию подобных огоньков, которые летели стройными рядами из тех мест, где по преданию обитают феи, на другой берег озера. Место это называют Грилаунд, недалеко от Каслбара, на западе Ирландии. Что касается природы болотных огней, то о ней Макманус ничего определенного сказать не мог. Однако он приводит рассказ одной знакомой, очень образованной и уравновешенной девушке, которую преследовал блуждающий огонек, следуя за ней до самого дома. Она до сих пор уверена, что этот огонь направляла разумное начало. Однажды огонь преследовал и настиг некоего Терри Пелла из Спольдинга в графстве Линкольншир, когда тот ехал на своем грузовике по направлению к Вар-Минстеру в графстве Уилтшир на рассвете 10 августа 1965 года. Вар-Минстер в то время переживал одно из необъяснимых нашествий воздушных визитеров, причем детали всех этих явлений тщательно записаны местным журналистом и писателем Артуром Шаттлвудом в его книге «Тайна Вар-Минстера». За 45 минут до того, как Пелла настиг огонь, в 3 часа 45 минут госпожа Рэчел Атвилл, которая жила на расстоянии нескольких миль от места, где случилось происшествие, увидела, как и многие другие, яркий недвижимый свет на небе. Ее разбудил громкий монотонный звук. Она выглянула из окна своего дома и увидела этот свет, который куполом висел над грядой холмов. Провисев примерно 25 минут, шумя и сверкая, он исчез. Рэчел Атвилл почувствовала, что у нее началась очень сильная головная боль и вынуждена была выпить бренди. Она узнала форму этого огня на фотографии, которую сделал через 19 дней некий Гордон Фолкнер из Вар-Минстера и опубликовал в журнале Вар-Минстер и в лондонской газете Дэйли Миррор. Когда Пел увидел этот свет, тот двигался на расстоянии 50 ярдов перед его грузовиком, появившись из-за холмов слева. Он был ярко-красным и напоминал гигантскую фару автомобиля или человеческий глаз. Подплыв к грузовику Пел он качаясь прилип к лобовому стеклу. Грузовик остановился. Спящие пассажиры, жена Пел и их дочь Венди проснулись и увидели, как огненный шар взлетел и исчез. Они были перепуганы, но невредимы. Этот инцидент далеко не единственный. Литература по НЛО полна описаний современных случаев подобного рода, а истории, случившиеся в прошлом, стали достоянием фольклора и народных сказок. Ниже мы приводим историю, взятую из книги Брэда Стайгера «Летающие тарелки враждебны», опубликованной в 1967 году без ссылки на оригинальный источник. Вильям Хауэлл из штата Техас ехал на своей машине в 11 часов пятнадцать минут вечера летом 1965 года к себе домой. Как и в машине господина Пелла, у него в автомобиле было двое пассажиров, дети его брата, которые спали. Он подъехал к Фогги Хилл, достопримечательности местного ландшафта, и впереди у себя над головой увидел свет. Казалось, что он летит прямо на мою машину. Голубоватый свет стал настолько ярким, что создалось впечатление, будто моя машина купается в голубом мареве. Если бы это был метеор, то он наверняка бы упал и разбился. Однако ничего подобного не произошло. Он сделал резкий поворот к юго-западу и исчез с громадной скоростью. Картины рисует молния. Может ли вспышка молнии запечатлеть образ окружающей природы на телах или предметах? Вопрос этот совершенно серьезно дебатировался среди ученых 19 века. И сам предмет дебатов получил официальное наименование — керонография. Однако последние точки в дискуссии не поставлены до сих пор. Кейт и Дэвис в своей книге «Укращение грозы» 1969 утверждают, что некоторые из жертв ударов молнии несут на теле особые отметины, которые порождают невероятные рассказы о фотографиях, якобы сделанных с помощью молний. С другой стороны, Фрэнк Лейн в своей восставшей стихии говорит нечто иное. Я информирован о том, что сегодня считается доказанным отсутствие у молнии каких бы то ни было фотографических свойств. 17 июня 1896 года двое рабочих нашли убежище от грозы в сарае. Дело происходило на юге Франции. Неожиданно один из ударов молнии почти попал в их убежище. Оба они упали на землю. В письме в газету «Петти Марсель», опубликованном в следующий после этого происшествия день, говорилось, «Удар молнии распорол ботинки одного из мужчин и разорвал его брюки. Но самое примечательное другое. На руке этого человека, как будто молния была искусным фотографом, великолепно воспроизведен снимок сосны, тополя и ремешка его часов. Анализируя этот случай, Камиль Фламурион выдвинул предположение, что сарай, где находились жертвы молнии, мог стать своего рода фотографической камерой, а вспышка сыграла роль просвечивания. Гром и молния, 1905 год. Эта версия, однако, не может объяснить, почему при съемке была проявлена столь странная избирательность, ведь фотографировались только некоторые предметы и только из окружающего ландшафта. К тому же необъяснимым оставалось и то, что фотоизображения были нанесены через одежду. В 1861 году Томлинсон прочел доклад о керанографии в Британской ассоциации в Манчестере. Позднее он кратко изложил суть своего доклада перед ученой аудиторией в словарной статье для Британской энциклопедии о фигурах, нанесенных молнией. В ней он упоминает случай, происшедший в 1853 году с маленькой девочкой, стоявшей как-то у окна во время грозы. На ее теле позже было обнаружено полное изображение тополя, росшего у дома. Его подсветило за окном ослепительной вспышкой. В сентябре 1823 года матрос, сидевший возле мачты на палубе бригантины Боон-Серво, стоявший на якоре в заливе Армиру, был убит ударом молнии. Вдоль всей его спины, от шеи до бедра, была выжжена черта. Там, где она кончалась, можно было увидеть отчетливо выгравированное изображение подковы. Этот амулет был прибит к мачте как раз над его головой. Вот, пожалуй, один из самых драматических случаев подобного рода, которые нам известны. Мальчуган, полезший на дерево, чтобы стащить яйцо из птичьего гнезда, был за это наказан следующим образом. В дерево ударила молния, а на груди упавшего на землю мальчика отчетливо запечатлелось изображение дерева, на которое он лазил, и птица, сидящая рядом с гнездом, на одной из его веток, причем все видно с предельной ясностью. Рассказ об этом и еще двадцати трех случаях, где также фигурирует молния-фотограф, можно найти в журнале «Чамберс Джорнелл» от 6 июля 1892 года. Эндрю Штейнмитц во что бы то ни стало, пытаясь выработать теорию для объяснения этого явления, обычно в своих построениях игнорирует любые противоречивые детали, сколь бы важны они ни были, даже для него самого, чтобы доказать, в фотографиях деревьев, запечатленных на теле жертв, виноваты, дескать, хорошо известные ветвеобразные узоры электрических разрядов. Что ж, без сомнения, те, напоминающие своими очертаниями ветвистое дерево-ожоги, которые зачастую находят на теле людей, пораженных ударом молнии, во многом виноваты в появлении большинства известных нам историй о сфотографированных молниями деревьях? Но даже если на этом основании мы отметим все эти истории, то что, спрашивается, делать с другими изображениями, появившимися в результате облучения молнией? Как быть далее с такой переходящей из рассказа в рассказ и подтвержденной свидетельствами очевидцев деталью, как исключительная ясность и качественность изображения предметов? Штейнмец сам упоминает, к примеру, превосходный оттиск коровы на теле женщины, которая вела животное домой в тот момент, когда его поразило молнией. Солнце и дожди, 1867 год. Генри Кретцер в 1895 опубликовал за свой счет подборку статей из американских газет по поводу проказ творимых молниями «Летопись молний». Однако, поскольку там содержались такие перлы, как описание молнии, буквально содравшей серебряное покрытие свисевшего на стене меча и нанесшей этот же слой серебра гальваническим способом на кошку, дремавшую внизу на тахте. Мало кто принял всерьез этот небольшой томик. В заметке, которую Кретцер включил в него, рассказывалось о двух неграх, убитых молнией, когда они искали убежище под одним из деревьев в Халлен парке, штат Менсильвания, 19 июля 1892 года. Когда с тела Касселя сняли одежду, глазам агента похоронного бюро предстало поразительное зрелище. На груди умершего была запечатлена абсолютно достоверная фотография уголка природы, где покойника настигла молния. Там был и пожухлый коричневый дубовый лист, и притаившийся в траве папоротник, отличавшийся от настоящего только тем, что был тоже коричневым. Листья дерева и папоротник были изображены столь отчетливо, что глазу открывались мельчайшие прожилки. Примерно через четыре часа фотография начала расплываться и превратилась в пурпурное пятно. Неуклюжие попытки объяснить феномен фотографирующих молний предпринимались и до девятнадцатого века. Так, когда в 1660 году произошло извержение Везувия, распространились слухи, будто молнии были причиной того, что на одеждах жителей Неаполитанского королевства появилось изображение крестов. В книге Исаака Казобона «Адверсария» упоминаются появление крестов на телах прихожан собора в Велсе во время летней грозы 1596 года. Молния попала в церковь, и хотя никто не был ею поражен, люди повалились на пол. Самое замечательное заключалось в том, что, как заметили впоследствии многие, на телах молящихся появились отпечатки креста как выражение божественной благодати. Его преподобие Таек также описывает этот случай в своей книге «Фольклор и легенды английской церкви» 1899 год. Цитируя Казобона, он говорит, «Тогда епископ из Велса обнаружил отпечаток креста у себя на теле. Что касается других, то знаки были у них на плечах, груди, спине и прочих частях тела». Фламмарион прибавляет, что жена священника была среди тех прихожан, у которых появились стигматы в виде креста. Другой случай с появлением креста, на сей раз на одежде, упоминается в еще более раннем источнике в книге Иосифа Грюнпеха «Естественное небесное зерцало» 1508 год. Один из наиболее поразительных случаев, который включен в произведения большинства авторов, упомянутых выше, произошел 18 июля 1689 года во Франции, когда удар молнии пришелся на высокий алтарь в церкви Сен-Совер в Линьи. Отец Лами, священник из близлежащего городка, прибыл туда сразу же, как только до него дошла весть о случившемся. Он опубликовал свое заключение в 1696 году в виде небольшой брошюры, которую мы рекомендуем для изучения как образец наблюдательности. Во время грозы в алтарной части церкви случилась целая серия странных происшествий. Так, занавеси, окружавшие алтарь, оказались сорванными со своих колец, священниками. сами кольца при этом не пострадали и остались висеть на карнизе. Не порвались и занавеси. Ткани в алтарной части церкви были местами прожжены. На центральном полотнище огромная крестообразная дыра. письмена 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 были расшифрованы после того, как в церкви выдворилось относительное спокойствие. Оказалось, что это слова печатного текста, лежавшего лицевой стороной на ткани, только перевернутые и увеличенные. Однако такое толкование лишь прибавило страху, так как в новом тексте недоставало святых мест, отдельных слов или фраз. И тут отец Лами оказался на высоте, немедленно обратив внимание на то, что пропущенные части текста в оригинале были напечатаны красной краской, тогда как молния отпечатала на ткани лишь ту основную часть текста, которая была напечатана черной краской. Директор физико-метеорологической обсерватории в Гаване на Кубе Андрес Поэй опубликовал в 1861 году свой собственный обзор происшествий с участием молний. Книга эта является библиографической редкостью, и мы встречали только ссылки на нее или цитаты. Собранные им примеры говорят о чрезвычайном разнообразии связанных с молниями явлений. Так, в Сан-Висенте, Куба, 24 июля 1852 года на некоторых сухих листьях были обнаружены отпечатки пальмовых хижин и их окружения. В другом месте, в Сибакоа, расположенном на том же острове, в августе 1823 года молния отпечатала изображение согнутого гвоздя на стволе дерева. Пуэй добавляет, что это была абсолютно точная, но перевернутая копия гвоздя, забитого в одну из верхних ветвей этого же дерева. Мы заканчиваем нашу главу упоминанием одного аспекта, который, насколько нам известно, никогда специально не исследовался, а именно нанесение изображений под кожей. В 1812 году, например, в Комбхэй Сомерсет шестерых овец убило молнией на поле возле леса, где росли дуб и орешник. Когда с них сняли шкуру, на их телах, точнее, на изнанке шкуры, были обнаружены фоксимели части окружающего ландшафта. Об этом сообщил Джеймс Шоу в журнале Метеорологического Общества в марте 1857 года. Такое же происшествие повторилось через сто с лишним лет, в феврале 1971 года в Южной Каролине. Некто Джессер Барретт из Джефферсона вышел поохотиться и принес домой убитого им кролика. Когда жена стала готовить его на ужин, то обнаружила, это подтверждает и их друг, присутствовавший при этом, черный силуэт женского лица на одной из передних лапок, с которой сняли шкурку. Портрет имел один дюйм в поперечнике, губки бантиком, завитые волосы и длинные ресницы, копия моды 20-х годов. Куртис Фуллер, написавший об этом журнале Фейт октябрь 1971 отметил, «Через неделю после появления заметки в газете «Шарлотт обсервер» четыре тысячи людей побывали в доме Барреттов, чтобы взглянуть на портрет, и полиции пришлось несколько дней регулировать движение на улице». Странные смерти и жертвы молнии Некоторые читатели возможно полагают, что мы принимаем на веру любые росказни, но это не так. Мы, к примеру, не считаем, вопреки общепринятым представлениям, что молния никогда не бьет дважды в одно и то же место. Это случается, и бывает, что при этом происходит любопытное явление. Вот скажем, такой случай. В 1899 году молнией убило человека во дворе его дома в Таранто, Италия. Через 30 лет сын этого человека был убит на том же самом месте и таким же самым образом. Затем 8 октября 1949 года внук первого из них и сын второго Ролла Примарда снова пал жертвой молнии в том же самом дворе. Наш источник журнал Фейт Март 1950 года. Из того же самого журнала за апрель май 52 года мы узнаем о другом случае странного поведения молнии. Он относится к покойному майору Саммерфорду. Бравый офицер получил ранение во Фландрии в 1918 году, но ранил его не неприятель, а удар молнии, сбросившие его с лошади. В результате осталась парализованной нижняя часть тела. Будучи демобилизованным из рядов армии по инвалидности, майор уехал в Ванкувер и занялся рыбной ловлей. В 1924 году он вместе с тремя приятелями, рыбаками, находился у реки, в то время, как разразилась гроза. Молния попала в дерево, под которым он сидел, и парализовала всю правую сторону его тела. Через два года он более или менее оправился от этого шока и был в состоянии предпринимать прогулки в Ванкуверском парке, и там летом 1930 года в него опять попала молния во время неожиданной грозы. На этот раз он был парализован целиком и скончался через два года. Но и тогда он не перестал играть роль невольного молнииотвода. В июне 1934 года над Ванкувером прошла гроза. Молния ударила в одну из могил и разбила надгробие. Это было надгробие майора Саммерфорда. Вышеописанный случай с притяжением молнии не является исключительным в своем роде. Егерь национального парка Шенандо, Вирджиния, Рой Салливан заслужил место на страницах Книги рекордов Гиннеса тем, что был единственным человеком в мире, пережившим четыре удара молнии в 1942, 1969, 1970 и 1972 годах. В последний раз у него загорелись волосы, после чего он всегда возил пятигаллонную канистру с водой в багажнике своей машины на всякий случай. 2 августа 1973 в газете Washington Star News сообщалось, что Салливан снова, уже в пятый раз, подвергся нападению молнии и остался жив. Если верно, что молнии притягиваются теми или иными людьми, то то же самое можно сказать и о определенных местах. Ассоциация электрических исследований составила специальные карты, показывающие гнезда молний, где удары молний случаются весьма часто, а также места, на которые приходится наибольшее количество шаровых молний и раскатов грома. И снова, как это часто происходит при изучении наших феноменов, начинаешь подозревать, что таинственные свойства молний лучше понимали в далеком прошлом, чем в наши дни. Форд со своей стороны высказал предположение, что первобытные общества возможно ценили способности определенных людей притягивать молнии, огонь или эффект левитации, исходя из своих чисто практических нужд. Кстати, шаманы зачастую отбирались из числа тех, кого поразила молния или кто обладал свойством самопроизвольной левитации. В своей книге «Шаманизм» Элиаде приводит случаи с эскимосским шаманом, способности которого проснулись после того, как в него попала шаровая молния. Весьма интересно проследить связь между призыванием молний или так называемым доставанием огня с небес и месторасположением древних памятников. Такие таинственные манипуляции с огнем, которые приписывались жрецам Ваала, могли производиться лишь в строго определенных ритуальных местах, считавшихся священными. По-видимому, то были естественные гнезда молний. Некоторые из священных мест синтаизма в Японии находятся там, куда в свое время ударяла молния. У многих других народов, включая этрусков и римлян, такие места почитались чудодейственными и обычно обносились оградой. В Британии так называемые даузеры, то есть люди с помощью ивового прута, разыскивающие в земле воду или минералы, утверждают, что каменные круги, скажем, Roll-Ride-Stones в Оксфордшире, располагаются на местах, куда падали метеориты или били молнии. А в традиционном использовании больших камней древних надгробий, так называемые мегалиты или громовые камни, для того, чтобы привлечь грозу, так и слышатся отголоски изначальной науки древнейших времен. На наш взгляд, существовало два вида церемониальной магии. Мирный, которым вызывали молнию, чтобы получить в почве свободный азот и тем удобрить ее, и военный, призванный направить обычные и шаровые молнии на неприятеля. Нужный человек в нужном месте в нужное время и успех обеспечен. Молния ударит. В 1949 году Чарльз Шаппл из Ривервью во Флориде был поражен ударом молнии, выбившей из его рук бутылку. 22 июня 1950 года он был на том же самом месте. Снова молния. На этот раз ее удар оказался смертельным. Есть случаи, когда молния ударяет средь ясного дня. В ежемесячном журнале Мансли Уэзер Ревью номер 28 и 29 за 1900 год приводятся случаи, когда двое мужчин стояли в поле и вдруг упали замертво на землю. Такого рода происшествий насчитывается множество. Форд к примеру приводит случай из книги «Небо и земля», происшедшей в 1893 году, когда сразу 19 солдат, маршировавших строем, были сражены непонятной силой возле буржева Франции. Эта сила повергла их на землю, а некоторых поразила насмерть. наследствие было подтверждено, что погода в то время была как нельзя лучше, и в небе не наблюдалось ни малейших признаков грозы. Еще один пример, взятый фортом из той же книги. Молния в безоблачный день поражает и убивает человека на вершине горы Сан-Горгонио в Калифорнии. Через двое суток такая же история повторяется снова. На сей раз человека убивают на вершине горы Уитни в 180 милях от места первого происшествия. Этот последний случай заставляет нас вспомнить об Илье Пророке и огненной колеснице, унесшей его с вершины горы, а также о бразильских магах нынешнего космического века Мануэле Крусе и Мигуэле Виана. 17 августа 1966 года эти двое, известные как экспериментаторы в области электроники, НЛО и космической связи, поднялись на вершину Винтомского холма в Ниттерой в окрестностях Рио-де-Жанейро. Стоял жаркий полдень, но они захватили с собой дождевики и свинцовые маски без прорезей для глаз. Вечером многие видели, как над вершиной Винтомского холма парил светящийся диск. На следующее утро обоих экспериментаторов нашли на горе мертвыми. На их телах не было никаких следов, и причина смерти так и осталась невыясненной. Впрочем, одна улика все-таки была. Клочок бумаги с написанными от руки словами. 4.30 пополудни. Будьте на означенном месте. 6.30 Проглотите капсулу. После того, как начнет действовать, защитите лицо металлической маской и ждите сигнала. Вот и все. В то время вокруг НЛО царила настоящая паника, так что и официальное, и неофициальное заключение были одинаковы. Убиты НЛО. Но нынешняя тенденция приписывать все таинственные явления исключительно НЛО, это в сущности то же самое, что и верование древних, будто стихия отзывается на заклинания людей, и начинает вести себя осмысленным образом. Удары молнии с ясного неба, конечно же, воспринимаются как традиционное средство божественной мести. И если искусством вызывать молнии, как говорили владели древние маги, то столь же верно и то, что, как свидетельствуют имеющиеся у нас данные, всегда существовали люди, которые без каких-либо серьезных намерений вызывали небесный огонь на себя. Да разрази меня, Господь, на этом месть! Эта клятва довольно страшная. В детстве мы не раз произносили ее, но, возможно, совесть действительно должна быть нечиста, чтобы клятва возымела действие. Напомним весьма драматичный случай с Руд Пирс, о котором поведала высеченная на каменном памятнике надпись. Памятник этот установлен на Маркет Сквер в Дива Изи, графство Уилтшир, 25 января 1753 года. Руд с тремя другими женщинами пришла на рыночную площадь, чтобы купить мешок муки. Каждая из них должна была заплатить равную долю, но Руд, как оказалось, утаила часть своих денег, хотя и божилась, что заплатила свою долю целиком. Чтобы придать своим словам большую убедительность, она произнесла, что, если она врет, пусть Господь разразит ее. Не думая о последствиях, говорится в надписи, она повторила свою клятву, и тут, в соответствии с ее страшным желанием, она к ужасу окружающих пала на землю и скончалась, зажав в кулаке утаенные деньги. Надпись заключали слова о том, что, сооружая этот памятник, мэр города и члены муниципалитета хотели бы донести до будущих поколений память о страшном событии, надеясь, что оно послужит благотворным предостережением, против опасности нечестивого упоминания о мести господней. Черные собаки Если привидения это то, что дает себя увидеть, но остается неуловимым, то здесь речь пойдет именно о них. Изучение фольклора показывает, что на британских островах вряд ли найдется уголок, где бы не было своего традиционного привидения. Причем привидения, как и все остальное, подвержены влиянием моды. Если раньше любили поговорить о привидении в образе кареты, запряженной безголовыми лошадьми, который управлял кучер без головы, то теперь предпочитают автомобиль-призрак. Однако по существу все остается как было, а количество привидений с годами не уменьшается. Несмотря на капризы моды, традиция остается. В рассказе о сурейской пуме традиция налицо. Она рисует нам большого, темного, таинственного зверя, который рыщет по сельским районам Англии. За все годы он не приобрел никаких новых черт и настолько врос в местные поверья, что в каждом районе фигурируют под собственным именем. В Норфолке его зовут Черный Пес, в Ирландии Леший Пука, в Сомерсете Большая Собака и тому подобное. Но как бы его ни называли, речь идет об одном и том же явлении. Нечто ужасное бродит по разным местам, предпочитая старые дороги, и от одного его вида кровь холодеет в жилах встречных. Страшилище на четырех ногах, черное, а глазища горят огромные, как блюдца. Так вспоминает о своей встрече с черной собакой в 1907 году возле Барли Хилл, один из жителей графства Сомерсет. Это очень напоминает свидетельство тех, кто уже в наше время видел пуму. Речь явно идет не об обычном звере, поскольку дальше свидетель сообщает, что это нечто добежало до того места, где под дорогой протекает ручей, а эти твари как раз меньше всего любят текущую воду, которую им ни за что не пересечь, поэтому оно подпрыгнуло, вспыхнуло огнем и растворилось в воздухе. А вот рассказ одного девонского фермера, который мы приводим по книге, где собрано большинство мифов, легенд и правдивых историй о черной собаке. Патриция Дейл Грин «Собака». Находясь однажды в Дартмуре, ни даты, ни других подробностей его пребывания там не сообщается, этот фермер вдруг услышал за спиной шаги какого-то зверя. Ему показалось, что это большая черная собака, и он решил ее погладить, но рука наткнулась на пустоту. Пес между тем помчался дальше, изрыгая язычки серного пара. Некоторое время фермер следовал за собакой, но на перекрестке она ярко вспыхнула, и от взрыва фермер очутился на земле. Эту историю можно было бы отнести к разряду тех, которые под настроение рассказывают за стаканчиком спиртного. Однако сообщений о встрече с черной собакой так много, что они заставляют задуматься над тем, все ли они вымышленны. У призрака в образе черной собаки есть много такого, что роднит его с другими явлениями, о которых шла речь в данной книге. Взять, к примеру, способность черной собаки исчезать, ярко вспыхивая, что делает ее похожей на шаровые молнии, болотные и кладбищенские огни. Смотрите главу «Таинственные огни». Так, как и они, черная собака чаще всего появляется у кладбищ, перекрестков, вдоль русел рек и заброшенных дорог. И, наконец, встречу с собакой обычно считают предвестником смерти. Так, в книге «Фольклор графств Англии», в томе, посвященном Сомерсету, содержится упоминание о черной собаке, чей призрак появлялся на дороге, ведущей из Сент-Одрис к Перрифарм, причем двум местным жителям она явилась в 1960 году, как раз накануне их смерти. Сияние, исходившие от многих черных собак и беды, которые, как полагали, они приносили, привели к тому, что их стали считать либо воплощением самого дьявола, либо кого-нибудь из его свит. Дейл Грин замечает по этому поводу, что кое-где в Норфолке говорят, что при осмотре мест, где накануне видели черного пса, часто обнаруживают следы огня и сильный запах серы. То же самое отмечается и в корреспонденции, помещенной в газете Notes and Queries от 18 мая 1850 года. В ней речь идет о Восточной Англии, где один из свидетелей появления черной собаки привел на место происшествия нескольких соседей, которые убедились, что земля на том месте была выжжена, будто накануне кто-то жег там черный порох. Сообщается, что в Хэтфилд Певерхолле графства Эссекс возница наехал на черную собаку, вставшую поперек дороги, в результате чего ионы повозка сгорели дотла. В Эйлсбери, что в графстве Бекингемшир, один фермер имел неосторожность ударить черную собаку по горевшим в темноте глазам. Свечение тут же исчезло, однако сам фермер оказался парализованным и лишился дара речи до конца своих дней. Проще всего сказать, что черная собака это какое-нибудь хоть и малоизученное, но известное атмосферное явление, например, шаровая молния. Однако все очевидцы в один голос заявляют, что то, что они видели, напоминало именно животное. В Ирландии леший пука неправда ли звучит почти как пума зачастую рисуется вполне привлекательно. Он не дает заблудиться одиноким путешественникам, оказавшимся ночью на проселочной дороге. В книге о сомерсетском фольклоре также есть упоминание о том, что черная собака ведет себя как друг и защитник. Даже в тридцатые годы нашего века жительницы квантокской возвышенности отпускали своих детей играть одних среди холмов, будучи абсолютно уверенными, что большая собака сумеет защитить их от любой напасти. Как правило, чем спокойнее и проще люди относятся к привидению, тем дружелюбнее оно ведет себя по отношению к ним. В многотомном издании, подготовленном фольклорным обществом, имеется том, посвященный суффолку, где приводится древнее описание черной собаки. Старый шок, так называют проказливого лешего, который то в виде большой собаки, то теленка появляется на дороге или тропинке в ночное время. И хорошо, если тот, кого сведет с ним случай, отделается побоями и не окажется с растянутой или переломанной лодыжкой, о чем тоже сообщалось не раз. Пожалуй, самое ужасное появление черной собаки в суффолке, когда народ не отделался даже переломанными лодыжками, произошло в воскресенье 4 августа 1577 года. Рассказ одного из очевидцев этого происшествия был в свое время опубликован. Между девятью и десятью часами утра, когда все жители Бангия находились в церкви, неожиданно разразилась необычайно сильная гроза. Небо потемнело, церковь зашаталась, а церковный служка, чистивший на крыше водосточные желоба, от удара молнии свалился на землю, хотя и без особых повреждений. В тот же момент в церкви люди увидели страшное чудовище — черную собаку. В свете молнии она была хорошо видна, и источник того времени утверждает, что это была именно собака. Она бежала по проходу мимо прихожан, и когда миновала двух молившихся на коленях людей, те тут же упали замертво. Еще один прихожанин от ее прикосновения сморщился, как печеное яблоко, хотя и остался жив. Механизм церковных часов оказался весь искорежен, а на камнях и обитой железом двери остались следы, напоминавшие царапины от когтей. В тот же день в Блитбурге, находящемся в семи милях от Бангия, в местной церкви тоже видели черную собаку. Она буквально разметала прихожан, убив двух мужчин и подростка, и опалив многих других. Как и многие другие черные собаки, суфолкское чудовище, бесспорно, игра стихийных сил. Однако трудно дать рациональное объяснение тому, что действие природных сил на атмосферу обретает столь знакомые черты животного. Во многих случаях черных собак считали родственниками колдуней или волшебниками, принявшими облик животного. Уилтшир, которая в своей книге об уилтширских легендах «Духи и легенды Уилтширского края», 1973 год, приводит около сорока сообщений о черных собаках, пишет, что ей приходилось слышать, будто норфолкские ведьмы до сих пор могут создавать такие существа с глазами блюдцами концентрации мысли. Последнее сообщение о черной собаке, связанной с колдовством, появилось в Санди Экспресс 23 ноября 1975 года. В нем говорилось, что пятеро лудильщиков, отец и четверо его сыновей обвинялись в покушении на убийство, хотели сжечь ведьму. Они заявили, что старуха в образе черной собаки набросилась на них и сбросила одного из братьев с велосипеда. Соседи помешали им совершить самосуд в тот момент, когда они уже собирались разжечь костер, разложенный под привязанной старухой. Анализ сказаний о черных собаках показывает, что они были в прошлом более понятны людям, чем сейчас. Не случайно черные собаки всегда связывались с водой, мостами, подземными ручьями, зарытыми сокровищами, старыми церковными дворами и определенными участками дорог, которые присутствуют в описании и других явлений, рассмотренных в данной книге. Все это было связано с поверьями, бытовавшими в ту пору, когда в представлении людей существовал особый мир волшебства, мир таинственный и непостижимый. Мы еще встретимся с различными поверьями, которые порождались на основе суеверий давно минувших времен. Комментарий доктора физико-математических наук именитого Гроза с ее атрибутами громом, молниями, темным небосводом, ливнями, с опасностью, которую она представляет для живых существ и их строений, во все времена привлекала к себе внимание людей. Человечество в знакомстве с Грозой прошло все стадии приближения к истине. Эмоциональное восприятие, ужас, не даром ведь Гроза, преклонение, покорное смирение перед Грозой как проявлением действия потусторонних сил, научное опознание, стремление узнать, почему возникает Гроза, почему бывают молнии, гром, какими они бывают, нельзя ли от них защититься, можно ли управлять Грозой. И хотя сейчас многое стало понятным в тайнах Грозы, хотя молнии от воды возвышаются почти над каждым домом и защищают тысячи километров линий электропередач, хотя достигнуты первые успехи в регулировании Грозовой активности, все же в отношении человечества к Грозе, многое сохранилось от ощущений до научного периода знакомства с Грозой. И если раньше человек, пораженного молнией, закапывали в землю как жертву, намеченную божеством для себя, то в наш просвещенный век его нередко закапывают якобы для того, чтобы из него вытекло электричество. На всякий случай следует знать, человек, пораженного молнией, надо поместить в теплое, хорошо проветриваемое помещение. В рассказах о Грозе и ее проявлениях причудливо сочетаются факты и фантазии, вера и знания. Надо сказать, что в поведении молнии есть много непонятного и для современной науки. Не так давно группа японских школьников, будучи в горах, попала в грозу. Учитель велел им связаться веревкой, так, как обычно поступают альпинисты. В эту цепочку попала молния, и каждый третий школьник был убит. Почему? Ну, веревка от дождя намокла и стала проводником, по которому прошла молния. Но почему каждый третий? Это до сих пор не ясно, хотя в Японии провели множество исследований. С другой стороны, то, что люди узнали о молнии, позволяет понять и объяснить многие особенности ее поведения, в частности, и многие чудеса, описанные в данной книге. Линейные молнии, по современным представлениям, это гигантские электрические искры. Их длина в среднем составляет несколько километров, но отмечались отдельные молнии длиною 50 и даже 150 километров. Различают два вида линейных молний, наземные и внутриоблачные. В рассказах, помещенных в этой книге, в основном фигурируют первые. Токи наземных молний в среднем равны 20 килоампер, но зарегистрированы токи молний, доходящие до 100 200 килоампер. Зарегистрирована одна молния, ток в которой доходил до 500 килоампер, но отмечались и молнии с токами всего 1 килоампер. Линейные молнии сильно разветвлены. Их энергия в среднем составляет около 10 в 11 10 в 13 степени джоуля, но может заметно превосходить эту величину. Перемещаясь молния по своей начальной лидерной стадии, при приближении к земле обычно вызывает стример, разряд, идущий от земли к молнии. Эти разряды обычно возникают из заостренных, вытянутых вверх тел. Соединяясь с идущей к земле молнией, стример как бы замыкает облако на землю, и по возникшему проводящему каналу протекает главная часть тока молнии. Нередко этот процесс повторяется многократно, при этом естественно грозовое облако разряжается. длительность молнии может меняться от нескольких, скажем, десятитысячных долей секунды примерно до одной секунды. На свойстве заостренных предметов притягивать к себе молнию основано действие молнии отводов. Обычай возводить церкви, костелы с куполами и крестами их венчающими, самыми высокими в округе, приводил к тому, что многие храмы становились молнии отводами и поражались молниями чаще, чем остальные здания. Роль молнии отвода могут сыграть и отдельно стоящие деревья. На ровной поверхности, местами, наиболее часто поражаемыми молниями, могут оказаться участки, под которыми протекает вода, лежат трубы, находятся рудные тела, то есть участки наибольшей электропроводности. Появление высотных сооружений высотой более 100-200 метров, небоскребов, труб, телевизионных мачт, например, Останкинская телебашня в Москве имеет высоту более 500 метров, позволило обнаружить любопытный эффект. Эти конструкции оказалось могут не только менять направления уже падающей на землю молнии, но и сами помогать генерации молнии в облаках. Такие сооружения неоднократно поражаются молниями. Температура молнии равна 25 тысячам 30 тысячам градусов Кальвина. При ее возникновении появляется не только яркая световая вспышка, но и сильное ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Естественно, что чем ближе к молнии расположен какой-то предмет, тем сильнее он облучается. Диаметр канала молнии в ее основной стадии обычно невелик, около трех сантиметров, но плотность энергии в нем очень велика. Молния способна расплавлять или превращать в пар металлические предметы, разрушать диэлектрики, она расщепляет деревья и даже вырывает их с корнем. Энергии излучения молнии достаточно, чтобы ее вспышку можно было ясно увидеть с луны. Путь молнии у Земли может быть очень сложен. При исследованиях в лабораториях в поисках объяснения случая с японскими школьниками выяснилось, что если на матерчатом манекене человека разместить, скажем, металлический гребень на голове, металлическую брошку на груди, опоясать манекен металлическим поясом, то электрический разряд пройдет через эти металлические предметы, не задевая манекен. При исследовании самолетов, пораженных молнией, отмечалось, что бывают и нередко случаи, когда молнии, оплавляя головки заклепок на обшивке самолета, не затрагивают листы, соединенные этими заклепками. Бывает и так, что оплавляется только та часть заклепок, которая находится с внутренней стороны обшивки. Как часто наблюдаются молнии? В наших широтах число дней в году, когда бывают грозы, равно 20-30, но есть районы земного шара, где число таких дней доходит до 150-200. В одной грозе может быть несколько десятков, а то и сотен разрядов, хотя встречаются грозы, дающие один разряд. В местах, где грозы случаются часто, особенно на тех участках местности, где ее рельеф и подземная структура способствуют привлечению молний, есть точки, наиболее часто ими поражаемые. Нередко наблюдательные люди, обнаружив эти места, могут не только искать в них подземные источники воды, но и могут, как это делают, например, колдуны в Африке, демонстрировать искусство вызывания молний. Мужчины племени собираются в круг около места, выбранного колдуном, и в час наиболее вероятного возникновения гроз от 14 до 17 потрясая копьями, ритмично, часами исполняют ритуальный танец, пока молния не ударит в круг. В зависимости от вкуса колдуна это может рассматриваться как благоприятный или неблагоприятный знак. Возможно ли появление молний при ясном небе? В Тбилиси имеются две метеостанции. Одна из них из года в год в течение уже многих десятилетий отмечает большее число грозовых дней в году, чем другая — ботанический сад. Последняя расположена под горой, поэтому ее наблюдатель видит только часть неба и слышит только гром, приходящий из открытой части небосвода. Наблюдатель станции Ботанический сад может видеть над головой ясное небо и очень удивиться, если вдруг возникнет молния, а наблюдатель первой метеостанции в это время видит, как молния из облака находящегося над горой протянулась к городу. В местах, где часть небосклона закрыта горами, домами и так далее, может казаться, что молния возникла в чистом небе. Перед тем, как перейти к рассказу о чудесах, творимых молниями, о картинах, которые она рисует, о странных смертях и жертвах молний, о таинственных огнях, попробуем уточнить, что же такое чудо. Не будем ограничиваться восклицаниями типа «чудо это то, что непостижимо», «чудо это то, что лежит за границей возможного», а попытаемся выявить, какие соображения приводят нас к непостижимости того или иного явления, к определению координат границы возможного. Как это некощунственно на первый взгляд звучит, определим количественно, что такое чудо. Нормальный человек может с некоторой натугой поднять 50 килограммов. Человек, поднимающий 200-250 килограммов, для нас уникален, он феномен, но чуда мы все же не видим, а если он поднимет груз в 10 раз больше, это невероятно, еще в 10 раз больше, тут мы уверенно скажем, это чудо. Чудо это то, что во много раз превосходит привычные силы, размеры, отрезки времени и так далее. Какие такие привычные? Те, к которым мы привыкли с детства, то есть которые не удивляют окружающих нас людей. Если вы вдруг увидите человека парящим в воздухе без всяких приспособлений, то это покажется чудом. Но человек лежащий парящий в воде не вызывает удивления. Удельный вес воды в тысячу раз больше удельного веса воздуха. По закону Архимеда человек в воздухе теряет в весе около 100 граммов и, естественно, не замечает этого, а в воде, поскольку удельный вес человека немного меньше удельного веса воды, чудо левитации кажется рядовым явлением. Многие из чудес, создаваемых молнией, объясняются физическими эффектами, связанными с особенностями ее характеристик. Может ли молния создавать изображения, керанографии, автографы грозы? Яркость молнии впечатляет, даже когда мы видим ее на расстоянии в несколько километров, а на расстоянии в несколько сантиметров ее яркость в сотни тысяч и даже миллионы раз больше. Бывали случаи, когда молнии ослепляли пилотов, и эта слепота длилась иногда минуты и даже часы. Плотность потока излучения может оказаться достаточной, чтобы вызвать потемнение кожи, своеобразные ожоги, загар, реакцию кожи на тепловое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Надо также иметь в виду, что последнее может усиливаться в точках торможения заряженных частиц молнии, например, при ударе молнии от тела человека. Если между молнией и телом пораженного молнией находился какой-то предмет, то и его тень, и возникшие при испарении предмета частицы могут создать изображение предмета на теле. Не кажется чудом и случай с молнией, буквально содравшие серебряное покрытие свисевшего на стене меча и нанесшие это серебро на кошку, дремавшую под мечом. Здесь произошло испарение, возгонка металла. Этот метод используется и в технике. В некоторых случаях таким же образом могут возникать и изображения крестов, если молния, попавшая в крест, частично или полностью его испарила. В описании священника Лами, оказавшегося хорошим исследователем, ряд деталей ясно связан с физическими воздействиями молнии. Плавающая в воздухе статуя Христа появилась в результате взрыва испарившейся воды и масла, скопившихся в пиедестале, на котором она стояла. Подброшенная взрывом статуя казалась плавающей, потому что вблизи верхней точки траектории скорость подброшенных вверх тел невелика. Вспомните кадры из военных кинохроник, на которых после взрыва стена здания как бы повисает, плавает в воздухе, а потом начинает падать вниз. Подобные эффекты взрыва вызванного молнией наблюдались неоднократно. Подбрасывались заводские трубы, тяжелые металлические предметы. Конечно, не каждая молния способна вызвать такой сильный эффект. Мы уже знаем, что молнии могут различаться, например, по силе тока, а чудом нам кажется то, что превосходит привычное, скажем, в тысячу раз. Относительно просто объяснимо и появление письмен на материи, на которой лежал текст. Когда текст лежит лицевой стороной на ткани, в результате нагрева, при ударе молнии, краска его испаряется, и на ткани получается размытая, увеличенная, перевернутая изображение текста. Почти такой же метод нанесения краски используется в промышленности, да и в домашних условиях его можно повторить. Разные краски имеют разную температуру испарения, возможно, поэтому красная краска не отпечаталась. В 1689 году, когда произошел описываемый в книге случай, способы анализа были несовершенны, иначе Лами нашел бы следы красной краски на ткани. Некоторые изображения, обнаруженные после ударов молний, несомненно, связаны с причудливой траекторией движения ее. Природа довольно скупа в выборе конструкции мира. Очертания деревьев и нашей кровеносной системы, молнии и реки, рисунок жилок листьев и рисунок морщинок на нашей коже во многом подобны. В ряде случаев рисунок ожог, оставленный на коже разветвлением молнии, оказывался схожим с окружающими деревьями, листьями и так далее. Можно вспомнить, например, красноярские столбы. Даже усилием воли трудно избавиться от впечатления, что одна из скал точное изваяние старика. Человек придумал и увидел на небе звездные изображения знакомых ему существ. Большую роль играет воображение и в приведенных рассказах. Так только с его помощью можно увидеть на силуэте диаметром 2,5 сантиметра дюйм, ресницы, губки бантиком на силуэте и завитые волосы. Ну и, конечно, не надо исключать случаи прямых подделок. В жизни каждого человека могут случиться события настолько маловероятные, что они кажутся чудесными. Если человек верующий, он склонен приписывать их вмешательству божественных сил. Если человек стремится воспринимать мир глазами науки, он ищет физическое объяснение событиям. Мы уже знаем, что есть излюбленные места поражения молниями. И если грозы в какой-то местности возникают часто, как, например, в Таранто в Италии, то в один и тот же двор, правда, с очень малой вероятностью, может за полвека попасть несколько молний, и с ними еще меньшая вероятность встретиться трое живших в этом доме. Редкое ли это событие? Редкое. И действительно, в истории описано только несколько таких случаев. Попадают ли эти случаи, по оценкам теории вероятности, в класс совершенно невозможных? Нет. Вероятность такого события достаточно велика. Для всего земного шара можно ожидать, что участок 10 на 10 метров двор несколько раз может поражаться хоть в одной точке земной поверхности пятью из ста миллиардов молний, возникающих за 50 лет. Эта вероятность ничуть не меньше той, с какой человек может выиграть автомобиль по лотереи. В Останкинскую башню попадают десятки разрядов молний в год, и человек, работающий на ней и нарушающий правила безопасности рискует встретиться с молнией еще чаще, чем в приведенных примерах. Покойный майор Саммерфорд, кстати, нарушал правила поведения во время гроз неоднократно. Он не спешился с лошади, сидел под деревом, оставался в парке во время грозы. Нужно ли добавлять, что в ряде случаев рассказы о попаданиях молний, связанные не только с действительными событиями, но и с фантазией рассказчиков? Как часто лжецы клялись «Да разрази меня, Господь, на этом месте!» Но если хотя бы один из этих миллионов людей, клявшихся тысячи раз, каждый был поражен молнией, то это могло бы показаться Божьей карой, хотя можно заранее предсказать, что вероятность такого события лежит в разряде обыкновенных явлений, а не чудес. И действительно, более чем из миллиона человек, пораженных за столетие молний, два-три человека, могли в этот момент призывать на себя кару небесную. Про удары молний с ясного неба мы уже говорили выше, а умением распознать реальную метеорологическую обстановку обладают не все очевидцы. Таинственные огни, которые вспыхивают на поверхности болот над могилами, огни, которые входят в дома через печные трубы, огни, которые угрожают, огни, которые абсолютно безвредны. Природа многих из этих огней и причины их появления стали в последнее время более понятны. Еще более понятно, что вызываются они рядом независимых друг от друга факторов. Огни на болотах, над могилами, часто связанные с выделением болотного газа, метана, возникающего при процессах гниения. Удар молнии, брошенная спичка, самовозгорание и так далее, воспламеняют болотный газ. Появление темной ночью в глухих местах этих огней вызывало обычный испуг, а постоянное стремление людей связать между собой события в единую цепь причинности заставляло искать связь возникновения этих огней с другими событиями. В тех случаях, когда никаких происшествий в жизни после появления огня не возникало, то о них забывали. Но если какие-то события обычно печальные происходили, то их зачастую связывали с этими огнями. Многие суеверия исчезают, когда их начинают оценивать статистически. Математика гораздо успешнее, чем знаменитые изыди сатана позволяет изгнать мистику из реальной жизни. Было время, когда в авиации боялись появления женщин на борту самолетов, суеверия, заимствованная у моряков. Когда работа женщин-стюардесс стала неизбежностью, то были рассмотрены статистически все неприятности, происходившие с самолетами при наличии женщин и без выяснилось, что доля благополучных полетов с женщинами даже выше, чем в их отсутствии. Это вызвано не столько мистикой, сколько тем, что мужчины в присутствии женщин ведут себя благоразумнее. В бумагах Рихмана, известного физика, погибшего от удара молнии в 1753 году в Санкт-Петербурге во время исследований электрических сил при грозах, содержится выписка из сообщения Французской Королевской Академии Наук. На колокольне церкви Плоза в Оверни имеется железный крест без краски и лака. Всякий раз, когда случается какая-нибудь сильная гроза, сопровождаемая густыми облаками и частыми молниями, замечают светящееся тело на каждой конечности этого креста. Светящиеся тела имеют различную окраску. Рихман пытался связать это свечение с электрическим воздействием грозы. Вообще, огни святого Эльма свечения выступающих предметов шпили, колокольны, мачты кораблей, деревья на вершинах гор и т.д., наблюдались давно. Они упоминаются еще древнеримскими авторами. На них основывали некоторые приметы и поверья. Но Рихман одним из первых связал это свечение с простым физическим явлением, коронным разрядом. С грозами связано и появление вблизи поверхности земли движущихся, светящихся, шаровидных образований размером от нескольких сантиметров до метров, средний диаметр около 15-20 сантиметров, существующих от секунд до нескольких минут, исчезающих со взрывом или без него шаровых молний. Исследования показали, что они обладают столь странными свойствами, что многие, в том числе и упоминаемые в книге американский метеоролог Хемфрис, выразили сомнения в реальности их существования. Для современной физики оставались необъяснимыми не только большая длительность существования этих молний и огромная величина накапливаемой ими удельной, приходящейся на единицу массы энергии, но и то, что они вопреки известным физическим закономерностям вообще могут появляться. Показания очевидцев были весьма противоречивыми. Два свидетеля, наблюдавшие одну и ту же шаровую молнию, оказавшуюся в помещении, где они сидели, совершенно по-разному оценивали ее размеры, цвет, длительность существования. «Ошибается, как очевидец», говорят юристы. Но, с другой стороны, именно показания очевидцев привлекли внимание к шаровой молнии. Как же проверить их показания, чтобы им можно было доверять? И если шаровая молния существует, то какими же характерными чертами она обладает? И, вообще говоря, как научными методами можно проверить реальность того, о чем рассказывают люди? Ведь и о пришельцах с других планет сообщают чуть ли не десятки тысяч свидетелей, а сообщением о том, что в Калифорнии существуют гигантские деревья сэквои, не верили более века. Было решено прибегнуть к составлению коллективного портрета шаровой молнии. Составили 1500 описаний шаровых молний, сделанных людьми разных времен, живущих и живших на разных континентах и сопоставили их. Если шаровая молния игра воображения, то все описания должны были различаться между собой. Если же шаровая молния существует, то они должны были совпасть. Когда сравнили полученные характеристики, оказалось, что они примерно одинаковы. Описания подтвердили, что шаровые молнии имеют указанные размеры и время жизни. были также определены цвета шаровых молний, связь их возникновения с грозой, определена их плотность, выявлена электрическая природа и выяснено, что в зависимости от условий шаровые молнии могут исчезать со взрывом. И тогда они опасны, а могут исчезать бесшумно, не вызывая заметных разрушений и даже не оставляя следов. Поэтому и утверждения Гудлета и случай, рассказанный Лейном, являются проявлениями разных свойств шаровой молнии. Кстати, если по данной схеме сопоставить показания очевидцев о появлении инопланетян на Земле, то выявится столь пестрая картина описания их размеров внешнего вида, конструкции их тел и конструкции их аппаратов, что становится очевидным. Все эти описания плод воображения, и как это не жаль, пока нам не довелось осуществить контакт с внеземными цивилизациями. Не имеют никакого научного обоснования и рассуждения фон Райхенбаха. Связь души и тела в них трактуется столь вульгарно, что не только для людей, мыслящих научно, но и для верующих ясна их легковесность. Вероятно, появление фей, и рассказы о них были навеяны болотными огоньками, а когда последние исчезли, то с ними исчезли и материальная основа для легенд о феях и сами феи. Надо отметить, что появление многих светящихся объектов связано с оптическими иллюзиями, световой рефракцией, миражами. В горах на юге СССР, например, есть районы, где шаровые молнии наблюдаются постоянно. По вечерам и ночам они буквально блуждают раями, а потом выяснилось, что в действительности за них принимали огни фар автомобилей на отдаленной дороге, заслоненной горой, ставшие видимыми из-за преломления лучей в атмосфере. Причиной возникновения рассказов о черной собаке несомненно послужили реальные случаи встреч людей с шаровыми молниями, которые человеческая психика трансформировала в таинственное страшилище с горящими глазами. Появившись в далеком прошлом, когда вера в чудеса была неизмеримо сильнее, чем сегодня, в наше время этот феномен, подобно многим фантомам, отступает в сказки и легенды. то, как и другие. То, как и другие, то, как и другие, в которых продолжается то, как и другие, Продолжение следует...